всем здравствуйте мы в эфирах еще меня зовут данил лазарь добро пожаловать на герамида гейминга в общем смотрите у нас тут есть некоторые вещи во первых вы ну или вы знаете если смотрите наш fall out сами узнаете и смотрите наш канал бардата его не знаете игнаться чуть-чуть ливи это игнат знакомьтесь у нас сегодня сидит и участвуют ливи и участвую сегодня наши жуть и английской дамы сегодня играем жуть английскую как я уже не раз говорил одна из моих любимых систем сейчас скажу почему в принципе кто нас смотрит и они и так без того это знают то ли смотрит а мальчисповеды но собственно и ребята тоже расскажу это будет все работать чуть-чуть позже пока что ну судя по всему вот эти вот замечательные женщины нам расскажут все что нужно рассказать про канал всем здравствуйте ребят я женщина я вам расскажу про пусть и потому что я подписан на пусть и подпишись и потому что почему бы этого не сделать там можно голосовать ваше голосование даже что-то решают нас на канале так что вы зайдите повлиять и на то что мы будем играть в следующем месяце например сегодня к слову пусть и шот нет на сегодня пусть и шо то есть мы играем того что вы выбрали и даже персонажами которые вы нам накидали надеюсь что мы не разочаруем вас своим что еще рассказать там эксклюзивный контент много всего интересно можете приобретать статус как на бюджетно так и на коммерческой основе можно приобретать всякие переводы пересказы сценарии и не только прекрасно ничего не добавишь на или подписывайтесь на youtube канал на вк страницу там много чего интересного поддерживайте канал обязательно донате потому что это помогает нашему творчеству и развитию мы вас всех очень сильно ну когда можно сказать просто привет ладно выйду из образа пока что я тут новенький хочу попробовать поиграть в английскую жуть сюда в общем для начала так как у нас там сейчас все наверно знают что с ютубом опять очередные вот эти вот заморочки на всякий случай не на каком качестве картошки или нет еще смотрите у нас на ютубе в будущем отвечает у нас все в порядке нас ребят свет на твичей смотрят вообще в отличном разрешении все без какие-либо проблемы если это какие-то проблемы у вас есть мы уже видео сейчас навыка отдельно от ютуба поэтому заходи смотри на совокат и все у тебя будет хорошо такая же история у нас там мультиз бусти начались кстати говоря возможно мы все скоро не будем подписаны на вас я говорю что грядут перемены и блин в общем а пока сидим пока все работает будем смотреть что будет дальше если что мы все повестим опять же в окашки или здесь в ютубе в сообщениях а пока что позвольте рассказать вам двоим и тем кто не знает что такое же английская английская на самом деле система для соло игры но я ее хакнул и сделал из нее игру на коллектив у нас уже есть несколько игр по жутке английской и она себе неплохо достаточно показала а это само собой сама система рассчитана под фольклорный хоррор но ее можно как показала практика использую почти везде мы играли дэд бай делает на ней поэтому вполне себе можно играть вошел угодно вошел сразу все играем одну из один сценарий в который включен в саму книгу поэтому называется затерянный реках можно понять подо мной на видео и что для начала чтобы нам понять в будущем как в эту игру играть давайте сделать персонажи это быстро поэтому много мозгов на это не понадобится у вас есть заготовленные вот у сани надо придумать не думаешь большая проблема для начала возьмите себе бумажечку к нибудь ручку напишите что у вас есть 300 это решимость и дух то есть решимость решимость вы можете использовать для того чтобы дополнить свои броски вы можете тратить очки решимости добрас его их к своим броскам но заявлять о том что вы тратите решимость надо будет до броска собственно говоря и дух это словно ваше здоровье чем меньше ваш дух тем ближе вы искать квальгаль у вас на решимости на дух есть 10 очков можете распределять как хотите но минимум должно быть три в одном из показателей минимума 3 особенно как и по-другому расстрелять можете как хотите 4 6 5 5 как как угодно вам распределить не переброс ты докидываешь сам броску то есть заявляешь добра скажет добавляешь только до решимости и к результату выброска добавляется бросается до 10 сложность определяется следующим образом меня есть колодок а я вот заранее до игры попросил огнат отобрать пленную цифру это 6789 я их перемешал и разделил на три колоды под каждую колоду я подложил дам дамы а будет означать нашей игре какое-то особое событие на который будет кардинальный момент игру когда я вытаскиваю какую-то калкарту из колоды она будет означать уровень сложности для этой сцены то есть допустим если вы были вытащил там семерку крестовая значит сложная стиме плюс из-за того что это креста у меня есть пул событий которые будут происходить с вами в отеле вы можете есть такая хитрость здесь по крайней мере я закумбрулил такую штуку вы можете подгаживать друг друга если захотите можете этого не делать вы можете если ваш персонаж находится рядом говорит что я подкидываю сложность вот этому персонал то есть достанет карты я достаю следующую карту следующий как независимо того к этому сложность будет принадлежать тому персонажу на которой собственно говоря это как на правду допустим захотел над поднасрать там не знаю говорит что я для меня достаю там эту карту я достаю там девятка сложность будет 9 а у него остается и 7 как было допустим условно это можете этого не делать это дело лично исключительно ваш но в нашей первой игре было достаточно весело конечно если тебя вас оттягивать новую сложность то у тебя и сложность меняется не остается то сложно что было карты в итоге заканчивается когда заканчивается вся стопка и доходит до последней дамы с нагревом заканчивается поэтому вы можете мы можем здесь за 40 минут быстренько все сложности выкидывать друг на друга просто глядить друг другу без устали да и очень быстро закончится то чувство когда мы просто друг друга поубиваем и даже не дойдем до затерянной реки на старте наш при создании персонажи уже у меня нужны какие-то кубики до 10 тебе нужно будет собственно это все приготовления давайте представим персонажи по-быстрому и после этого можно будет начать и первым нашему нам свой персонаж раз представит так мой персонаж по имени николай тонн с двумя н на конце ему 42 года всю жизнь занимался тем что исследовал и изучал что-то исключительно на бумаге в этот раз тема изучения оказалось сердечко так что отправился самолично типичный кабинетный ученый наверняка набрал с собой всякого лишнего много знает но на практике не использовал такой вот ученый как выглядит выученый расскажи ну знаете у него черная борода средней длины и он в таких очечках думаю что он выглядит так 40 годам человек который сидел в кабинетах думаю должен выглядеть плюс-минус хорошо санчо у меня тоже бустерский персонаж я наверное все не буду зачитывать только самое важное во первых меня зовут шофранко копош как шофранко 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 через х на картале копош или копош ну думаю что копош вот так ну я думаю что это красивая женщина румынского происхождения у нее есть муж который пропал между прочим поэтому я здесь еще он является исследователем он ихтиолог который готов отдать свою жизнь дабы прославить свой род так сказать вот а я на самом деле бездельница бывшая ты же до игры говорила что домохозяй или это одно и то же домохозяйка но все равно близко к мужу который близок к науке так что с минус я так вам затесалась что еще сказать ну пускай у нее длинные черные волосы она предпочитает черный цвет утонченная натуря что она такая прекрасная персонажа я придумала буквально сейчас это иран визбер гамбургер визбер да визбер гамбургер и мне 31 год я классическая англичанка я вот сказать кабинетная крыса то есть мы проводим у себя да мы сидим вот у себя лаборатории проводим эксперименты чисто там записываю песочки там смотрим там как размножаются клетки и так далее вот чисто кабинетная работа и от нашего отделения должны были послать человек в экспедицию но так как мы все-таки люди и траверты домоседы ну используя лотерею попалась к сожалению я я паникер я боюсь всего на свете поэтому у меня огромный рюкзак где есть все то есть там электрошокера всякие там баллончики у тебя есть опасная бритвами да у меня там наверное всякие одноразовые салфеточки потому что пакетов я думаю не существует короче я такая паникер которая на все случаи жизни от там всяких пенициллина там еще что-то все с собой все с собой боюсь клещей боюсь пауков боюсь обвала метеоритов тоже очень сильно боюсь мало ли именно нашу реку время экспедиции один упадет также завещание дома лежит на всякий случай прекрасно благодарю не будем оттягивать давайте давайте начнем прятаться чтобы не побрили там могут быть клещи всякие я буду я тебя бояться то что может быть эти животные вот я непредсказуемый могут быть могут не быть это блохи человек загадка будем резать ключей опасный бритв тогда что и так англии на дворе 1921 год устав от таких пыльных фраков от офисов душных от постоянной работы с бумагами от чернил людей которые постоянно приходят к вам на работу и общаются с вами стоит приходится тоже общаться в конце концов там включается ваша работа и от начальства которое постоянно зудит над духом от всего вот этого от смога постоянно который висит над англии в эти годы и от дождя постоянного дождя вы решили что нужно как-то развеется развеется и поэтому как давно знакомы и какой-то момент вы все собрались по-дружески решили что надо устроить пони себе заезд на природу как раз дальше узнали что есть река которая толкнутые не исследовали то есть если до сих пор но так чтобы по ней полностью маршрут пройти не такого не было там есть маршрут от города до города по которым можно сплавиться вполне себе но полностью реку не исследовали когда и договорившись друг с другом и плюс еще между прочим с вами будет еще двое друзей это мэри джон достаточно вспыльчивая женщина блондинка пускай с короткой стрижкой я думаю вы вдвоем работали вот заработать точно в одном офисе ты шафранка я даже не знаю пускай муж мой работал пускай тогда он может быть не будет пропавшим потом вы тут собрались узнали что пускай может у меня заболел попросил меня заняться вместе вместе собирались ехать отправиться в путешествие но он приболел искал хотел заставить меня работать это лучше я поеду все так и и так вы мэри джонс которая пускай работает с вами в одном офисе ведом вас одна фирма может быть один офис на фирма одна точно и она работает с вами может быть она как раз из из представителей вашего начальства не прям старший кто-то старшак но из менеджер старшего звена назовем так как я уже сказал уже очень спыльчивая немножко пухленькая дама которая с детства любит приключения и любит постоянно поездки и куда-то постоянно пропадает на выходные япончики япончики очевидно тоже любит однако весь отдел у вас ее любит и уважает и джеффри роуз я думаю это старый друг кого-то из вас это может быть даже старый друг николай ты знаешь что он воевал давай мужик высокий пускай у него остался шрам после войны проходящие от алба до щеки волосы слегка седы потому что повидал дерьма в возрасте хотя ему возраст примерно 40 с лишним рожки печем но имеет странный армейский юмор но тем не менее как то вы с ним неплохо сживаетесь располагает к себе и вот в пятерон собравшись как то вы сели в экипаж и отправились на один спором который должен вас довезти до истока реки оттуда должны отправляться день выдался смурным дождь накапливал с утра но так же к вечеру вы добрались до непокривого места переночевали какой-нибудь из думаю вот начало похода было отлично мы переночевали какой-нибудь из прибрежных отелей распивая мартини под вечеринка что могли быть в те годы если может в общем отдыхая на берегу реки наблюдая ваше дальнейшее пришествие куда отправиться ваш маршрут завтра с утра вы чилить отдыхаете и утром рано с утра думаю джеффри будет вас всех пускать начнем с этого николай ты спишь в своем номере верно посапываю солнце светит тебе в лицо через форточку на ты прикрывшись одеялом от него ворачиваешься и в одно и то слышишься в ответ слышишь голос знакомый бюджет николай блин вставай опоздаешься сколько можно дрыхнуть уже 7 утра все уже на ногах ну почти я женщины чего не путил сейчас разбужу вставай я не хотя подтягиваюсь скидываю себя одеяло и говорю куда спешить ведь все в наших руках на 1 быстрее 20 минут на сборы собираемся вываливаем чем раньше отправился тем лучше ты же знаешь время течет время река понял течет шутка давай быстрее без удаляющиеся шаги я открываю глаза яркий свет меня слепит я прищурившись нащупываю ногами обувь которую я надеваю и говорю что лучше мне поскорее встать чем снова услышать от противный голос вот я поднимаюсь накидываю халат и иду заниматься своими утренними делами в это время у вас это у вас знаете там же домики прибрежные это могут быть по несколько койко мест поэтому я думаю втроем живете как раз таки в одном номере сняли номер и услышите в дверь в кровати держал там бритву я читала энциклопедию что на побережье рейбова от аллигатор и нож не смогла заснуть свою сумку пришлось взять бритву хоть как-то отбиваться обезьяны надо проверить свой чемодан я открываю пытаюсь набрать вдруг мне что-то украли не дай бог не все здесь надо кстати аллигаторы здесь правда было я говорила а я забыла сделать вакцину от аллигаторов они вообще есть вы сделали ты слышите вы слышите нервный голос мэрика ай да боже мой хватит орать успокойся все будет хорошо она понимает что дорогая вы слышите здесь есть аллигаторы аллигаторы есть везде они есть даже я слышала в канализации не переживайте так и если что один укусит тебя не страшно как комарик укусил они все-таки мужчины я думаю что они нам обязательно помогут и спасут нас с нами сильные мужики чего обычно я слышала от мужа что аллигаторы нападают только на самцов я слышала от одного своего знакомого что аллигаторы нападают когда смотришь им в глаза они чувствуют твой страх как будто знаешь ползут спасибо не смотреть глаза аллигатором держаться рядом с мужчинами я поняла девочки я запомню я беру я достаю отсюда такую маленькую записанную книжку начинаю записывать вдруг я забуду столько информации мы поворачивается дорогой а мы скоро спустимся 25 минут я жду вас внизу и уходит удалять 40 минут ты все спускаетесь оказываетесь вы оказываетесь и внизу большая прихожая я ведь за столом сидят пускай джеффри и николай николай выпивая чайок сайдонисты поднимают свои рюкзаки берут ваши рюкзаки конечно небольшой сумочек у меня огромный чемодан я хотела смешать с этой со страхом из головоломки мне кажется это прекрасно но то ли страх джеффри смотрит на это очень много уважаемая не могли бы вы оставить ну часть хотя бы здесь мы еще вернемся мы наберем на пути заедем заберем а если в этом году изобрели надувные жилеты они надувные они с пенопластом внутри я я наверное сразу беру бокал бурбон что если мне придется быстро думать а я алкоголь замут ним обозима не волнуйся дорога если что мы все поплывем на телах ну их сожрут а мы пойдем так что у нас будет время перебраться пока их будут летать там хаки дайте мне буквально пару минут я попытаюсь самое важное что есть перебрать и я с чемодана вот такого вот перебираю в сумку она вот такая вот чуть-чуть буквально меньше нашили хорошо джеффри глубоко вздыхает прихватывает твои вещи и вы чапаете в сторону лодок лодки пришвартованы к причалу барахтаются на волнах сразу же наверно как батарейка в воде вас обладает легким бризом ведь что река достаточно спокойно она как будет течет она не стоящая само собой потому что это река но не так чтобы например нет больших порогов ну знаете что большая часть пути у вас будет достаточно спокойная здесь не экстремальный маршрут и предшествия не обещают быть там загружаете лодки делитесь на команды кто с кем едет это прямо мужчины делятся на две лодки так или иначе я с мужчинами аллигаторы чтобы не напали ну то есть на одной лодке джеффри на другой лодке николай потому что на одной лодке ирэн со своим со своей сумкой возможно тогда если выбор мужчина или чемодан я наверное предпочтю мужчину чтобы быть не съеден и аллигатор хорошая причина странно это из разряда знаете как то что вы выберете остаться с мужчиной бизы или с медведем в общем итоге загружаетесь действительно ирэн загружает свой чемодан садится пускай с джеффри на одну лодку ну у меня для точности картины необходимо упомянуть что у меня тоже много всего взято по предыстории вот так что да но я свой чемодан могу тащить сам потому что я мужчина мы можем отдельную лодку сделать с нашей вещью не переживайте мы только зажигалка табак зеркальце и фотография мужа ну конечно загрузившись подвязываете веревку и подтолкнувшись к причалу ваши лодки начинают легкое легкий круиз по реке вы знаете что ваше предшествие займет ну несколько дней то есть дней пять шесть у вас есть палатки у вас есть собственно говоря все необходимое для того чтобы нормально располагать костер делать все такое то есть ваше путешествие не будет так чтобы подплыли на 100 точке а на точке б без пересадок нет будет останавливаться где-то трусить вот это вот все дней пять шесть плыть придется у нас лодки именно широкие также не наш прям многогабаритные лодки но широкие достаточно для того чтобы вмещать вещи действительно походные плывете первые два-три дня проходят без приключений вы действительно сделать несколько остановок разбиваете лагерь все прекрасно комары может быть единственное что он докучает но от них избавляться господи надеюсь они могли с помощью острой бритвы легко избавляться от всех путешествие идет хорошо может быть время от времени начинается дождь но прячется от него в тех же палатках даже на реке он не так чтобы сильно как-то влияет на течение реки потому что река достаточно широко и спокойно от берега до берега порядочное расстояние поэтому не расходится он далеко и на в один из дней в один из дней я думаю лучше подойдет это музыка а где сейчас прошу прощения во один из дней плывя вперед вы видите что на крае на кайме леса вдоль реки виднеется густой густой туман настолько густой что даже не видно куда эта река уходит ну понятно что она уходит вперед но возможно там есть пороги возможно там есть поворот этого не видно побывая ближе понимать что он прямо как молоко накатывая такими клубами в вашу сторону джетрина смотрит наверное эй стойте давайте это к берегу к берегу вы начинаете грести к берегу и пришвартовывались к этому моменту туман уже вас полностью окутывает и накрывает вас реку и берег полностью так что не видно наверное метр на два-три от себя вообще ни черта ну абсолютно даже тени деревьев когда вы пришвартовываетесь к берегу как будто исчезают я достаю нашу первую карту на этой игре общая сложность сейчас будет семерка если что на любую проверку и это пика так как у нас жуть английская пика что-то дозначит пришвартовшись вы начинаете может быть время разбивать временный лагерь джефри говорит что нужно поставиться мы не знаем сколько будет этот туман длиться плыть в нем нельзя поэтому вы начинаете заниматься приготовлением и расставляете все дело наверное в какой-то момент когда палатку поставили пускай ты ты сидишь внутри палатки расстилая может быть спальник или занимаясь какими-то своими делами и в какой-то момент ты слышишь как по палатке начинает накрапывать дождь все сильнее и сильнее через несколько секунд и слышишь как он прям поливает по палатке себя пока что это все что ты делаешь а что я делаю в целом расслеваю спальник и начинаю я сажусь вот так вот в угол и начинаю молиться вот вы слышите туман тишина река и господи во славу всех католических христианских богов которых я не верю пожалуйста пусть здесь не будет малярийных комаров пусть на нас во сне не нападут аллигаторы пантеры все остальные животные пусть не будет метеорита господи пожалуйста пусть я вернусь домой кого еще там Менделеев пожалуйста если ты существуешь на шепти там кому-нибудь в раю чтобы с нами ничего не случилось вот я вот это вот вы слышите я панически причитаю перемешку с молитвами всем существующим богам христианским католическим как это называется когда языческих богам чтобы чтобы ничего страшного не случилось вот это происходит ты сидишь начинаешь причитать причитать слышишь как дождь сильнее и сильнее начинает поливать даже может слышь какой-то момент удар гром но в один момент ты видишь как палатка распахивается и внутрь заглядывает Джеффри абсолютно сухой он смотрит на тебя ты че и слышишь что дождя уже не слышу а вы нашли здесь зонтик какой зонтик а нет я ничего не искал я этот самый костер разводил на улице на улице нет дождя я я только что слышала гром молнию так подожди у тебя по-моему началась какая-то паника да выходи я конечно верю молилась Дору ну чтобы настолько Дору ты бы меньше читала вот эти свои странные книжки про всякие странные странности у нас есть только один может быть это какая-то галлюцинация здесь может быть этот туман с какими-то испарителями так угомонись женщина я никогда не бил женщин только на войне одну потому что она пыталась меня убить ну крянусь богом какому-то богу там не было будешь продолжать этим вы меня вы меня ударите то есть вам мимо того что меня может съесть олиганда я ветеран меня еще может избить в щел у меня была контузия контузия но вы ненормальный сейчас дождите шеф-ханка милочка здесь здесь что-то происходит я не понимаю он грозил за меня избить успокойте женщину пожалуйста ваши прощения вы ну что вы угрожали этой леди нет но в нашем путешествии без того немного напрягает меня уже я достаю фляжку так это водичка да это просто чистейшая вода спасибо большое мы не провести уже серо плеча не провести нам нужно лагерь разбирать да все нормально а то сейчас скажут что что-то не так и вы на меня руку поднимете я хоть раз поднимал руку за все время что мы знакомы да поднимал один раз чтобы помахать рукой типа привет эм шеф пожалуйста оставьте нас наедине конечно мадам а зачем вы прыгаете сюда а зачем вы прыгаете сюда так я услышал какие то вот что то истерию какую то в палатке заглянула там он сидит не в себе эм я разберусь тут пожалуйста мы столько знакомы вы не привыкли к этому я в лодке ехала причитала мы столько знакомы а вы до сих пор на вы ко мне вообще я ко всем на вы вообще-то если бы вы заметили 25-й код интеллигенция все дела если бы я выучила вашу фамилию я бы на фамилию сейчас скажите что я витсбергамбургер не прошу ко мне обращаться потому что мы с вами очень близки у меня простая фамилия Роуз как Роуза красиво с такой великой фамилией у меня родственники воевали я тоже воевал я добавляю во фляжку еще пару капельного пассива ну так чисто на будущее да он наверное удаляется поспешно оглядывательно дорогая я сидела в палатке и там я слышала дождь а вышло никого не было может быть нас какой-то химозой кормят или вот это вот фляжки точно вода что тогда я выпила 3 дня назад может аукнулась ааа что я тогда вы мне джином кажется поили а чистый отспех Нет, дождь я не слышал. Я занимался своими рукописями. Я не отвлекаюсь на подобные вещи. Господи, у меня что? Шизофрения? Дорогая, может быть, это похоже на насековые пробежали по палатке? Я думаю, вы переутомились. Я думаю, эта поездка слишком повлияла на вас. Это все-таки были малярийные комары. Не-не-не, если бы это были малярийные комары, даже по палатке, вы бы не слышали звука. Может, они меня покушали, у меня началась галлюцинация? Мэри подходит к этому моменту. А что у вас здесь? А, у тебя опять истерика? Ирина, возьми себя в руки. Что ты делала? Дай фляжочку. Возьми фляжочку. Все хорошо, новая вещь. Я понимаю, комары и балерия. Я и так становлюсь алкоголиком, мне кажется, вот еще я с вами вот так попутешествую, и вообще мне от фляги не оторвать. Сначала три дня назад платок сделать. Сегодня. Вы что, меня споить хотите? А что еще делать в походах? Исследовать и пытаться вышить? Я думаю, что мы для этого здесь собрались. Ну, сидя в палатке и дрожа, ты не сможешь ничего исследовать? Вы мне расскажете, я запишу. В принципе, как вариант. Ну, забирайся обратно в палату. Я залазил обратно в палатку? Сначала я хочу посмотреть, что наверху на палатке есть что-нибудь? Ну, наверху палатки. Может, что-то попадало или что-то следит? А, кроме, наверное, следов, может быть, листья от деревьев, которые попадали, или кусочек веточек, нет, ничего такого. Все-таки, видимо, это от стресса. Давно не спала в своей мягкой кроватке, не пила черный чай с молоком. Как это все влияет на меня ужасно. Я захожу в палатку. Я одна сыплю или с кем-то, с девочками? По вашим выборам. Палатки двухместные, если хотите, может быть, даже трехместные. Как хотите. Все, как девочки вместе? Да, тогда я как-то пытаюсь... Я записала черный чай с коньяком. Тогда я достаю бритву. Мало ли животных, я их боюсь. И вот так вот ложусь, пока с открытыми глазами на спальнике лезу, и думаю, анализирую, как это могло произойти, и что вообще происходит. Хорошо. Из разряда галлюцинации. А почему? Отравливаю туманку, не отравили едой, выпивка, я становлюсь алкоголиком, и это пришла белка. Вот такие у меня думки. Тем временем, думаю, Джеффри подходит к тебе. Я сижу и делаю записи, я веду дневник, и как раз дописываю, что с Герен, с моей компаньоншей и коллегой приключились галлюцинации. Джеффри идет, ножиком натащивает какую-нибудь палку, чтобы сделать колышку, и садится рядом с тобой. Опять записи свои херачу. Ну да, научные исследования подобного толка. Это моя профессия. Какая-то скучная дичь. Слушай, я, конечно, планировал, что у нас будет путешествие, все дела, но это, если не кажется, что... Ух ты, какие имена ваши спагали. Николай. 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 Ирэн. 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 Вилка, истерику случилась. Да, я как раз об этом записываю. Ее друзит, капец. Мы вот всего три дня путешествуем, а ее уже вот это вот поворачивать наизнанку. Господи, три дня. Я думаю, что... Ты не слышишь этого! Исступление. А из палатки просто. С палаткой ползать за нас, за нами. А стой, как вы поворачиваете за палатку. Там там просто такой кошмар. Три дня еще. Три целых дня. Это ужасное. Дома столько никогда в жизни не находилось. Я говорю, что нам просто надо не обращать на это внимание. И это пройдет. У некоторых людей такое бывает. Да, это как депрессия. Скоро суицинусь, нормально. Ой. Ну знаешь, женщины. Ну когда... Слушай, я тебе попрошу, пока я здесь палатки прибиваю, потому что, может быть, малая доля... Быть может, тебе нужна моя помощь. Да, да. Хотел попросить, пойди, набери дров. Я костер выложил. Но надо его как будто дровами заполнить. Да, да. Где-то у меня была запись, как разводить костер. Сейчас, секундочку. Я начинаю листать записи. Ну смотри на это. Ветки попал по бочки. Взбиваю тебе вдруг. Эй! Да брось ты! Я поднимаю, кладу книжку, обтряхиваю и кладу. Хорошо, хорошо. Ломаешь ветки, кидаешь костер, потом помельче сначала, потом побольше. Научу тебя всему как сына. Хоть ты мне и не сын. Ладно. Ну я не знаю наверняка. 42 года. Принези дров, Вакем, просто. Ну иду искать какой-нибудь валежник. Ты выходишь в лес и начинаешь осматриваться. Давай сделаем первый бросок. Да. Условно это буду называть, это попытка не заблудиться и найти нормальные дрова. Давай, ты кидаешь костер, напоминаю, сложность 7 надо выбросить ровно или больше? Восемь. Восемь. Отлично. В таком случае, наверное, блуждая какое-то время по ближайшему прелеску, ты набираешь достаточно неплохую охапку дров. Восемь. А? Восемь. А сложность 7. Я и говорю. Хорошо. Хорошо. Набираешь довольно хорошую охапку дровишек достаточно неплохих и возвращайся в достаточно шустро в лаке. Чтобы сделать все веселее, я сделаю для новой сцены новую сложность. Восемь. И снова пик. Возвращаясь обратно, я думаю, в поисках именно сухих дров, ты вот углубляешься чуть-чуть поглубже в лес. И набрав достаточное количество, начинаешь возвращаться, но твое внимание привлекает поляна, которая внезапно достаточно неплохо виднеется в тумане. Чисто видом и интересом, ты идешь туда, и подойдя к ней, ты видишь, что это круглая такая поляна, где-то метров 5 на 5 может быть. Ты видишь, что прямо в самом центре что-то лежит, черное что-то в траве. Должно быть, я заинтересуюсь этим и захочу подойти осмотреть. Подаря ближе? Я оставляю дрова на том месте, где я увидел этот черный предмет и спешу к вершине поляны. Подаря ближе, ты понимаешь, что это на траве лежит кольцо из дохлых ворон. Достаточно ровное кольцо, чтобы понять, что это, скорее всего, они не просто так с неба упали сюда. Я морщусь, я осматриваюсь вокруг, виднеются ли человеческие следы или что-то подобное. Ну, давай сделаем проверку, сделаем проверку снова. Иди. Два. Нет. Думаю, из-за тумана, из-за неконервозности, которая может сейчас нахлынула, нет никаких следов других, кроме этих ворон, ты не примечаешь. Но я хочу хотя бы понюхать, ощутить запах. То есть это давно они тут лежат или совсем недавно? Присев, прислонившись, ну, пригнувшись к этим воронам, осматривая их, ты понимаешь, что они здесь лежат, ну, наверное, несколько дней. Запах легкий, от них мили отходят, но, может быть, из-за сырости общей, может быть, из-за ветра, который здесь так или иначе время трени поднимается, они не воняют. То есть есть ветер, но и туман в том числе стоит, да? Да. Он никуда не девается. Тоже странно, да. Ветер легкий имеется, туман, она тоже стоит. Вороны, да, может быть, день-два уже здесь лежат. Угу. Ну что ж, я наклоняюсь, поднимаюсь с колена после того, как понюхал их, и поспешно возвращаюсь к своим дровам, чтобы вернуться в лагерь, чтобы рассказать об этом своим компаньонам. Да, так происходит. Ты быстро хватаешь дрова и мчишься обратно в лагерь. В лагере, когда-то возвращаюсь, уже Джеффри, наверное, соорудил нормальное такое лежбище для костре. Но на костре он так забил колышки под некоторые палатки, чтобы их никаким образом не сдуло. Я не знаю, чем занимаетесь вы? Я так понимаю, ты сидишь в палатке. Нет, я немножко проанализировала, успокоилась, вспомнила книгу про духов, которую я читала относительно недавно, и достала из своей огромной походной сумки кучу амулетов. Вот эти вот ловцы снов всякие, от сглаза. Тут все надевала на себя вот так вот, католические крестики, всякие руны. Тут все надевала на себя, это как? Да, чеснок. Спасибо, что напомнила, не дай бог. Фух, никакие, да, духи, макиры. У нас в Кумыне, все защищаются. Мешочек соли. Да, я вышла из палатки, вот так вот сделала круг соли вокруг палатки, через плечо на всякий случай, побила по дереву, поплевалась. Сделала дыхательную практику и пошла к костру, наверное, она скоро собирается ужина, я голодная. Как бы галлюцинация галлюцинациями, но кушать так хочется. Обед по расписанию. Да, обед по расписанию, извините. Да, Джеффри как раз к этому моменту пускай какие-нибудь там нарезки делай, может быть, открывает консервы. Я думаю, что я бы помогала, потому что я когда-то работала, подрабатывала. Кухарка у своего мужа. Да, подрабатывала кухарка. Извините, я быстро договорю, я еще нахожу. Я достаю подкову лошадиную, в палатке вешаю. Это важно. Конечно. Ну мало ли там, вдруг это решает. Мэри стоит, пускай все это время рядом с палаткой и курит. Зоверив тебя, она смотрит, а, Николай! Козел. Я подхожу и так, чтобы никто не слышал, ну может быть только Джеффри. Я говорю ей, что вообще-то я видел здесь кое-какую странность. Пойдя за дровами, вот так подкидывая дрова, чтобы они так грохнулись. Ты о Мэри говоришь? Да, да, да. Говорю. Я увидел, что здесь неподалеку есть поляна, в которой... На вершине которой, вернее, лежит круг из мертвых птиц, из черных ворон. И я не знаю, может быть, здесь есть какие-то люди, может быть, что тут что-то происходит. Может, какое-то колдовство. Николай, дорогой, по-моему, тебя припекло, как и Иран немножко. Расслабься. Хорошо? Ты не знаешь меня, я не паникер, я исследователь. Этот туман плохо на нас всех влияет. Я знаю, какой ты на работе. Ты достаточно нервный, постоянно в своих блокнотах что-то там изучаешь, что-то постоянно записываешь. Возможно, ты слишком много записывал эти, знаешь, круги и рисуешь себе на бумажке, и круги теперь отображаются у тебя на поляне в виде дохлых ворон. Присядь, поешь. Мы не видели никаких дохлых ворон в нашем путешествии все эти три дня. Идешь, тем более, не стоит это потом говорить для ИРН. Я хотела кинуть, ага, на сколько процентов я могла это услышать? Нет, ты можешь делать проверку, чтобы проверить. Да, давай, покидай публики. Давай. Сложность, напоминаю, восемь. Ой, а можно я их сделаю сложнее? Девять! Блин, ладно. Поздно, да. Видела, да? Девять? Да. Чудно. Смотри, будет подозритель. Нет. Видела, у меня было девять. Короче, я случайно вот так сделала, но было девять, клянусь. Ладно. В таком случае, да. Может быть, действительно, краем уха ты слышишь этот разговор. Может быть, Мэри, может быть, слишком громко сказала. Да. Давай не будем говорить тиран про длохлых ворон. О колдовстве. И о колдовстве. И о колдовстве. И тут же слышишь такой шлепок. Я... Я так и знала. Я хочу найти две палки. Угу. И я делаю крест из них. Мало ли. Я такая... О-о-о. Я прохожу мимо, невольно наступая на круг из соли и говорю, господи. И это ученый. Николай! Аккуратнее нарушишь. Круг. Что здесь происходит? Я думаю, здесь что-то нечистое связано. Какой-то дождь, не дождь. Странный туман. Я... Я исследователь. Я читала книгу про пронормальные явления. Мало ли что могло произойти. Норковку? Она защищает от злых духов? Нет. Это остатки. Сейчас есть. Я всегда... Не наступай на круг. И вообще... Держи. Надевай на него кулон. Надевай на тебя. Из чеснока, да? И чеснок. Там кулон. И чеснок. И на... Мэри выбирает руки. Не надо, господи. Как хорошо, что Джеффри успел порезать всю морковку в сур. Ты уверена? И остался только вот этот хвостик. Да, я не... Ирен. Мы работаем с тобой уже несколько лет. Ты у нас новенькая. Я из тех людей, которые придерживаются достаточно радикальных взглядов на религию, на вот эти все приметы. Убери эту гадость. Знаешь, как говорится? Обереженного Бога, обереженного. Лучше не бздеть, чем не дабздеть. Я атеистка. Я не верю в Бога. Я тоже атеистка. Но лучше... Но береженому Бог берет. На всякий случай. Это, знаешь, поверить в самый опасный момент, чтобы максимум, если чё-то помогло. Я не вижу пока опасных моментов, поэтому... Джеффри, скоро там еда? Да, да! Он там... Нарубливает кошку какую-нибудь уже в кастрюлю вот это вот всё. Мэри стоит. Скоро поедим, и я думаю, все... Всем станет лучше. Я говорю, ладно, пойду по ногу. Обязательно. 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 Всем станет лучше, когда мы приготовим этот чеснок. О! Не готовьте его на сити! Вдруг вампир или нечисть какая-то... О, дорогая, возьми ещё, прошу. Давай ещё чуть-чуть. Хе-хе-хе. 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 Спасибо, спасибо. Это вода из реки? Ну, всё в порядке. Да, конечно, конечно. Из реки. Хе-хе-хе. Вечер наступает достаточно быстро. Быстро темнеет. Джеффрик тому времени уже успевает приготовить вам супец в кастрюльке на костре. Заливает по вашей миске. Вы сидите вечером перед костром и мирно идите эту похлёбку в молчании, очевидно. Ну, только, может быть, мэри рассказывает какие-то шутки, пошлые анекдоты, которые она... Истории с вашего офиса, которых вы не знали никогда. Шутку, пожалуйста. А? Шутку, пожалуйста. Шутку, пожалуйста. Хорошо. Значит, шла как-то ирын по лесу, села на пенёк и вздохнулась. Хе-хе-хе. Потому что у неё было чеснока при себе. Это испарение буков? Да. За что она боялась заразиться микробами душа, да? Хе-хе-хе. Пенёк был ядовит, отравлен просто. А? Я встаю, вскакиваю? Вон, это мне тогда в порядке, я уверен. Ты проверял? Я на нём лично сидела. Хе-хе-хе. Я тряпочку до столи протираю. Хе-хе-хе. И потом только сажусь. Я думаю о том, чтобы уволить её. Посмотрим, когда вернёмся. Я сделаю для следующей сцены очередную сложность. Потому что в чём мы сейчас сидим на одном месте? Сложность девять. Подростающий. Хорошо, я добавлю нарративы. Я подхожу такая. Шавханка. Мне надо отлучиться в кустике. Не могла бы ты мне составить компанию? Я боюсь одна. Конечно. Я подержу тебя завтра. Спасибо. Лучше смотри вокруг, чтобы кто не напал. Мало ли там крокодил, аллигатор, всё. Я слышала, здесь и пантеры есть. Драконы тоже. Драконы? Да, да, я слышала. Стоп, стоп, стоп. Драконы, я знаю, бывают только в подземельях. Вы что, не слышали подземелья и драконы? Я читала такую энциклопедию. Ну, дай бог нам подземелья не надо будет исследовать. И, кажется, мир ещё к этому не готов. В 1921-м году. У нас есть, ну, импровизированные лампы. Лампы должны быть. У вас есть, дабы, в основном фонарик? Да, маслянист. И масляные лампы тоже есть. Фонарики у вас есть. В 21-м году бы уже пронарить. Я думаю, что я бы взяла в туман. Да, мы с Шавхванкой идём подписать в пустике. Отлично. Очень кстати, потому что у тебя, потому что следующая девятка вот эта бубна бы была очень подходящий, очень подходящий вариант на счёт. Я не умру в туалете! В туалете нет, здесь нет туалета. В общем, выдавьтесь действительно в туалет. Куда-то в лес, вглубь леса. Не вглубь! А куда? В речку пописать? Не прям далеко? В центре нашего лагеря. Нет, куда? Сколько? Метра четыре. Нет, без проблем. Как раз. Может быть, углубляясь чуть в лес на четыре метра, оборачиваешься, смотришь костёр, вон он светится. Джеффри сидит так смутно. А я ещё знаю, что сделаю. Я берёвкой вот так обмотала дерево около лагеря, обмотала вокруг своей талии. Ну, мало ли. Берёвка там два метра. Как от дерева. А если вы чего-то глядя на это просто? Отходите, тем не менее, ну да, пускай четыре метра примерно от лагеря отходите. Пускаешься за какой-нибудь выступ, за какой-нибудь ображ, спускаешься, ты стоишь сверху и всё это наблюдает. С лампой. И в этот момент ты чувствуешь, как... как в листве деревья, чтобы стучать. И буквально через несколько секунд начинается дикий ливень. Буквально... Буквально волной начинает сверху поливать на вас. Допись её, собственно, всё сливается со звуком дождя. Но, тем не менее, дикий ливень начинает литься на вас сверху. Ты быстро заканчиваешь. Начинаете... Может быть, в какой-то момент твоя лампа тухнется за дождя. Так красиво. Да, ты её начинаешь... Зажечь обратно, слышь как гром... Бух... Бух... Да, я помню, что ты на верёвке. Спускалась на небольшую дистанцию. Но сейчас ты смотришь позади себя и ты видишь, что здесь прямо, ну, глубокое углубление в земле. Ты начинаешь медленно съезжать туда. В один момент верёвка тебя останавливает, ты замираешь на ней. Ты, может быть, видишь всю эту картинку, когда там внизу висит. Силая... Здесь образовался, враг. Походу, нам было так быстро, я не понимаю. Успокойся, успокойся. Главное, не засосёт. Я бросаю лампу. И начинаете... Ну, бегу к дереву, к которому она привязала дырочку, и начинаю тянуть, а? Я отвязываю. А то, что это произошло! Я понимаю, что она происходит. Сделайте, пожалуйста, хобби мне проверку. Сложность девять, напоминаю. Жаль, там нет преимуществ никаких. Да, есть такое. А может добавить решимость? Да. Ну, давай я два добавлю. Окей. А я могу, в теории, сейчас им якобы помешать, чтобы ты новую карту вытянул, и там может быть значение меньше. Ну, сейчас этот должен находиться рядом, то есть наш должен находиться рядом. Вопрос. Решимость восстанавливается? Нет. Ну ладно, умирать, умирать. Три. Шесть. В таком случае, действительно, ты подбегаешь, ты, шафранка, подбегаешь к дереву, где она была привязана, и в какой-то момент ты видишь, что узел, который привязан был к дереву, он словно сам по себе распутывается, и отлетает. Ты пытаешься сходить веревку, но она улетает куда-то вдаль. И ты в этот момент съезжаешь резко по этому оврагу, и плюкаешься в какую-то грязь, жижу, и мерзость болот. Давайте сделаем минус один дуб. Все? Нет. Ты что? У тебя нормально. Курсы по плетению морских узлов прошли, да. Не говори. И в этот момент ты понимаешь, что вот этот ливень, что сверху льет, ты оказываешься в этом овраге, и вода здесь начинает потихонечку подниматься. Овраг, как ни странно, ты по нему не спускалась, в плане того, что ты спускалась, опять-таки, по небольшому, по пологому склону, чтоб пописать. А здесь прям, словно, ну, не карстовая воронка, но, тем не менее, это довольно глубокий овраг, и карабкаться по скользким стенам сейчас будет достаточно проблематично. Что ты делаешь? Я лежу, смотрю на дочь, пытаюсь отдышаться, встаю, оглядываюсь, просто овраг, да, там нет возможности обойти. Это, знаешь, такое, как канава, которая уходит вглубь леса. Достаточно глубокая, я думаю, метра, ну, пускай два с половиной, оказывается, глубиной. Опять-таки, ты спускалась по пологому склону, а здесь достаточно высокие, ну, если не вертикальные, конечно же, стены, но достаточно отвесные. Я кричу, да, вроде, вроде бы, жива. Поясница, правда, ноет. Я не успею схватить верёвку, сейчас я попробую найти. Я поднимаю свой, беру зажигалку, я же всё-таки курила, пытаюсь снова зажечь фонарик. Без проблем, ты зажигаешь фонарик, он достаточно быстро зажигается, прикрываешь его горящую струё, горящую свечку внутри, прикрываешь крышечкой, и начинаешь сматываться вокруг. Ты видишь край верёвки, который лежит на поверхности этого оврага. Я её поднимаю, я её поднимаю и пытаюсь. Я сейчас вас вытащу. Позови лучше кого-нибудь, я думаю, здесь очень скользко и круто. Тебе это плохо нравилось. А что если ты не сможешь меня поднять, верёвка упадёт сюда, будет проблематичнее закинуть её обратно. А если ты мне чуть-чуть поможешь, достаточно слабо и физически, потому что я знаю свои способности, ты тоже не слишком сильно выглядишь. Бросай верёвку. Я смогу упасть вниз и разбиться. Сюда, сюда! Помогите! Прошу! Николай! Никола! Ник! Так как недалеко они всё-таки, поэтому вы с Джозефом слышите, с Джеффри слышите. Он смотрит, твою мать, что случилось? Ник проверь. Там какая-то беда. Господи, у нас капает же, да, тоже? Да, да, у вас тоже лимит нет. Я говорю, бросай всё, побежали, посмотрим. В этот момент пускай он ставит небольшой тент, чтобы прикрыть костёр. Угу. Он смотрит, займись! Вам опять, наверное, что-то там накосячили. Я пока прикрою костёр. Я бегу туда. Я сажусь у верёвки и разговариваю с Ирен, пытаясь успокоить её. Может быть, это было у вас какое-то видение, которое предсказало тоже? Может быть, это на поход был добрый сна и предостережение, чтобы не выходить никуда? Да. То есть... Может быть, вы избрана? Избрана? Не-не, не по-другому. Вы по-другому делали. Это... Если я избрана, это значит, с этим приходит большая ответственность. Получается, я буду ответственна не только за свою жизнь, но и за другие. То какая? У меня начинается паническая атака. Вы не переживаете. У нас самое главное Мэри. Мэри? А если Мэри главная, а я избрана, получается, главной стану ещё и я, и мне надо будет руководить этой... Блядь. Мэри, которая... Которая... Такая... Баба! Она вообще не ответственна! Николай, в этот момент ты прибегаешь... Я прячу свои очки, потому что на них капает дождь. Мне лучше видно без них. Я протираю глаза, и я подхожу и говорю, господи дамы, что у вас здесь происходит? Всё! Всё очень плохо! Охренеть тебе! Да, я вижу, ты писаешь слишком много! Я такая, откуда ты знаешь, что я ушла писать? Мы слышали. Как ты сказала, что ты уходишь... Теперь мне становится стыдно, потому что я как бы... Я всё-таки дама, и то, что дамы ходят в туалет, как бы... Ну, это... Тайна? И где-то там, где-то 2,5 метра внизу, в грязи, валяется в лужу... Стоит! А уже стоит, извините! А я думала лежит звездой... А я сижу, обратно курю и с ней разговариваю... Ну, кричу, помогите! А тут верёвка рядом! Да... А ну я подхожу и говорю, а что тут произошло? Зачем ты туда спустилась? Знаешь, подумала, писать наверху как-то не атмосферно! Упала я сюда, я не знаю, там не было обрывов Вытащите меня отсюда, я не могу здесь Становится трудно дышать И мне кажется, аллигаторы подступают Ладно, ладно Хорошо, я беру веревку Подожди Больше не могу это слушать Ты спортом занимаешься? Сколько ты можешь могить ему поднять? Не знаю Я, короче, знаю в теории, как можно облегчить подъем Ну я типа обвязываю веревку вокруг себя, обхожу вокруг дерева И с помощью такого своеобразного рычага я пытаюсь, оттягиваясь назад, подтягивать эту веревку, чтобы ее вытащить Будешь менять сложность? Да Смотри, сложность для тебя будет сейчас лично, индивидуально Для них останется 9, для тебя лично будет 6 Отлично Три А, до свидания Сери Я же обошел дерево Ты действительно обходишь дерево Ты с левой стороны, она была с правой Это один дабы Начинаешь действительно тянуть на себя эту веревку И в какой-то момент понимаешь, что Ну да, она поддается И ты действительно чувствуешь, как тебя начинает тянуть на R Но в один момент Да, я думаю, ты просто оскальзиваешься Земля под твоими ногами просто размоклая Когда скальзиваешься, ты начинаешь скользить по земле Ты под тяжестью своего веса начинаешь стягивать снова назад Ну пускай Я могу помочь Да Ты хватаешь веревку, начинаешь тянуть ее на себя Я тоже хочу себе новую сложность Конечно Это шесть А минимум там сколько? Шесть О, это десять Давайте, нам нужна третья шестерка И все будет хорошо Для тебя В этот десять? Чудесно Ты хватаешься за веревку, останавливаешь падение Ирэд вниз В этот момент чувствуешь, как еще руки подхватывают веревку сзади Ты поворачиваешься, видишь, что сзади стоит Джеффри Он такой Твою мать, так и знал, что это случится И мы вместе начинаем тянуть на себя эту веревку Вы как хаос вовремя Да, да, да Тяните силой И через несколько секунд Через там, на секунд 15 Ты наконец-таки выбираешься Наверх, на поверх И вся грязная Может, немножко записанная Нет, я успела Хорошо, извините Это молодцы Джеффри отряхать где-то Боже мой, Ирэд! Что же с тобой-то, блин, не так? Ник, ты в порядке там? Мне сказали, я избранная Только непонятно, к добру это или куду Избранная То, что я что-то знаю Или наоборот, избранная Чтобы меня убили То есть я избранная, чтобы я все-таки Этот дождь Этот обрыв, который образовался неоткуда Подождите, может быть Подождите, может быть, я пьяная Я оступилась Может, ты хочешь меня убить? Женщина Может, вы все хотите меня убить? Что же ты тараторишь настолько? Не качи на меня! Позаткались ты, женщина! С детства таких терпеть не могу! Хватит! Как даровела там все тараторит Три дня, тараторит, тараторит Орет и орет, блин Все не остановить! Знаешь, что я сделала с такими на войне? Что ты делал? Я убивала, потом убивала И самой такое сделать хочешь? Да, я убивал! И вон раз, может быть, насиловал Какая нахер разница вообще? Возможно, это психосоматик Блять, не могу здесь находиться больше Ты видишь, он разворачивается и гневно уходит куда-то в лес Постойте, постойте, у нас нет выпава В лес? Да Ты видишь, он разворачивается? Я успешно хочу догнать его А туман все еще стоит? Да Или дождь прибил ее? Туман, туман не... На туман не влияет ничто Понял Ты видишь, он гневно... Я его успешно догоняю и... Гневно откидывает веревку, идет вперед и идет прямиком в лес Да, ты его догоняешь Он все еще идет, не зналится Я говорю, постой, пожалуйста Постой, мне нужно кое-что сказать Мне нужно побыть одному, я могу, эта баба меня вывесила Здесь, здесь недалеко Я видел поляну, на которой разложен круг из трупов ворон Я хотел сказать тебе об этом Здесь видно есть кто-то еще Хорошо, пойду, посмотрю на этот сраный круг Я пойду с тобой Нет, не хочу побыть один И же разворачивается и быстро уходит Ладно Я хочу просто прислушиваться Ну, слышать его шаги Шаги удаляются? Слышать И поэтому я слышу Но он прекращается Ну ладно, я сижу на том же месте Недалеко от лагеря Вам следовало поблагодарить Джоффе Он спас вас, он вытащил вас Я благодарна ему, но он стал сразу на меня наезжать Кричать на меня, повышать голос И так ситуация не самая лучшая, а он еще кричать на меня стал Как я тут, как, 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 как я должна была реагировать на это? Я... я не готова дать вам на это свой ответ, но... Извините, пожалуйста Почему вы здесь? Я тоже задаюсь этим вопросом Меня заставили, потому что должен был пойти один человек с вашей лаборатории, а никто не хотел И вы решили провести жеребьевку и выпало на меня И походу я действительно избранная, только... Только, по всей видимости, в плохом смысле Вы просто должны понять, что как бы это не звучало грустно или же, может быть, много страшно, но у нас нет другого выхода Обратно Вы одна не пойдете в город У нас есть сейчас только путь вперед И скоро закончится Наш такой... ну, поход Ну, так спокойно, в такой ситуации Непонятно, что происходит Ну, мне здесь нравится Ну, мне здесь нравится Здесь не надо работать Ну, и с вами тоже не так уж и плохо Просто нужно во всем искать какое-то, ну, позитивное Позитивное Для чего постить вообще? Какие исследования вы преследуете? Что вам? Не заставить Какое-то... с каким-то умыслом, с какой-то мыслью? Концерт... это... что? Ох... Зосредоточьтесь на этой мысли Зосредоточьтесь на работе Искать позитив Ну, здесь, вроде бы, есть свежий воздух Вы слышите, женский виск откуда-то с берега Из вашего лагеря Это Мэри Мэри И ее истеческий виск я узнаю вот отсюда Я хочу кинуть и понять, это Мэри Точно надо Точно надо Ну, простите Ну, если я тоже слышу, я резко бегу туда И, возможно, по дороге хочу прихватить какую-нибудь вешистую ветку Потому что я знаю, что тут страшно Нам стоит поспешить Вдруг там на нее набал аллигатор Он обойдет потом на нас Что мы сделаем? Две хрумкие, слабые английские женщины Хорошо, вы держитесь позади меня Но одной оставаться здесь тоже, ее самое Ладно, пойдем Пойдемте Хорошо Я надеюсь, вы знаете, что делать Николай, ты бегаешь до вашего лагеря Костер все так же горит Мэри нигде не видно Ты начинаешь обходить в лагерь и слышишь Полуплач, наверное, наносящийся из одной из палаток Ну, я спешу туда Заглядываешь внутрь и видишь, что Мэри сидит в углу этой палатки Сжавшись в комок и сидит, дрожит, смотрит на вход Завидев себя, она говорит, боже, правый Николай, это ты, боже Что, 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 что случилось? Я, я Почему ты кричал? Мне кажется, я Я смотрю в палатку Палатки все так же, как обычно Ну, и в целом лагере тоже все так обычно Она говорит, я, я Мне показалось, я Мне показалось, я Она смотрит, наверное, сквозь тебя Вот туда, вдаль в реку Мне показалось, я Видела, что Кто-то В реке Что-то что? Это... Наши лодки? Нет Мне показалось, я видела Людей Людей? Я говорил, здесь может быть кто-то Это... Это... Их глаза, они Их глаза, они светились Нет, ну это уже ни в какие ворота Я... Я просто сойду с ума с этими женщинами Господи Лягте спать Просто лягте спать и все Завтра утром все будет хорошо Я не выйду из палатки Я не выйду Я не выйду Хорошо, я хочу закрыть эту палатку И... Уйти в лес За Джеффри Да, как раз проходишь мимо Двух дам, которые возвращаются Вы проходите мимо Николая, который уходит Нервно будет из лагеря Что? Что в лагере? Там аллиганцер Объявлен У вас еще одна сумасшедшая Поздравляю И ухожу В смысле? Кто сумасшедший? И кричу тебе я вслед Что произошло? Куда вы так... Почему вы все бросаете нас? Я говорю, что я иду на поиски Джеффри И ухожу туда, в сторону плеца Я бы тогда зашла в палатку и... И... Мэрия... Конечно, Мэрия Она забралась в спальник Накрылась... Что произошло? Что случилось? Ты видишь, ее трясет? Я видела... Я видела... Это что-то... Это какая-то тень она Я видела... Это... Мне показалось... Это... Возможно алкоголь Конечно... Это он поговорит Мне показалось... Я видела там в реке Я показалась... Что? Показалась... Это глупости Говорите, Мэрия Мне показалось... Я видела людей Которые стояли на реке В тумане Их глаза... Они словно светились И смотрели в меня... Это... Я понимаю... Это глупо... Но... Может быть здесь действительно Есть люди... А глаза... Это... Лишь костер... Отплеск В их глазах Может быть... Это так меня напугало... Ведь я... Я сегодня точно никуда из палатки не выйду Мы останемся... Я останусь с вами Протягиваем Мэрия Амулеты... А... Смотри... Дрожащими руками... Спасибо... И... Так как дождь... И соль внутри... Снаружи снылась... Я делаю внутри палатки... Солевой клуб Хорошо... Вполне возможно... Потому что это... Миражи... Резко пошел дождь... Температура... Достаточно теплая... Да... Поэтому... Вы... Как исследователь... Должны... Да... Я понимаю... Это глупости... Может быть просто длительное происшествие... Возьмите... Дорогая... Да... Спасибо... Это поможет вам... Да... Пока надо делать палатки... Ты идешь по лесу... Ты достаточно далеко отходишь от лагеря... Осматриваясь и в поисках следов... Джеффри... Ну... Я думаю... Я сделаю для новой сцены новую... Это да... Я думаю... Осматриваясь... Достаточно много времени потратил на то... Чтобы осмотреться вокруг... Чего кидать не надо... Следов никаких... Ты находишь... Пускай следы... Несмотря на то, что дождь прошел... Пускай ты находишь несколько сломанных веток... Может быть... В грязи ты находишь несколько следов... Но в какой-то момент ты понимаешь... Что буквально... Дерево другое... И следы заканчиваются... Их словно нет... Человек вот улетел... Я хочу посмотреть на дерево... Балали... Балали... Безусловно... В темноте... В тумане... Несмотря на то, что ни хера не видно... Но тем не менее... И по звуку... Никаких признаков того, что кто-то вокруг есть... Нет... Побалали в несколько часов... Я думаю... Ты возвращаешься в лагерь... Грязный... Мокрый... И злой... Безусловно... К этому моменту... Я думаю... Мэри уже немножко подуспокоилась... Может быть... Ирина тоже немного... Пришла в чувство того, что... Вся вешалась... А я как-то так... Ужасную обстановку... Не читаю про себя... Что-то начитывать... И пошел... Ну как... Вот так вот... Это то уж... Мэри... Это то уж... Нагнетая жизнь... Мэри спит... Уже к этому моменту... Подзасыпала... Из-за алкашки... Ее быстро вырыгала... Вы слышите... Как возвращается в лагерь Николай... Заходишь к нему... Или игнорируя... Идешь... Я хочу подкинуть... В костер... Дров... Чтобы он... Догорел... Ну... Не догорел ночью... И... Хочу... Монотонный звук дождя... И... Такой нервный атмосфер... Под действием алкоголя... Безусловно... Может быть вы... Потихонечку... Начинаете задремывать... И засыпать... Ты так же... Может быть из-за Джеффри... Переживания за Джеффри... Тем не менее какие-то есть... Но ты думаешь... Ну он взрослый мужик... В конце концов он воевал... Поэтому я думаю... Он с собой сам справится... Может мне нужна правда... Ну слишком много странностей и совпадений... Я все-таки... Наготове, настороже... Пал кого за меня... Я думаю... Я бы вышла... На реку... Вот пока стоишь... Ничего абсолютно не происходит... Понимаешь, что уже достаточно темно... И спустя какое-то время... Удаляешься обратно... Так или иначе... Остаток вечера происходит... Без каких-либо происшествий... Мирный звук дождя по палатке... Успокаивает... И... Может кто-то из вас не спит... Может быть ты не спишь... Держишься до последнего... Стараешься... И... Спустя несколько часов... Слышишь как дождь постепенно... Постепенно... Затихает... Может быть еще спустя несколько часов... Может которые показались себя очень быстро... Прошедшими... И пускай к этому моменту... Как раз ты стоишь на улице... Начинает светать... То есть... Темнота начинает уходить... Туман начинает преобразовываться... Во что-то светлое... Какую-то светлую кашу... И... Выглядывая из палатки... Ты сейчас видишь... Что... Открываешь... Засов... Выглядываешь снаружи... Видишь... Во-первых... Первое, что тебе бросается в глаза... Это шафранка... Шафранка... Который стоит на берегу и гурит... И затем... Делая шаг изнаружи... Ты видишь, что у тебя... Вокруг твоей палатки... Начертаны... Три символа... Совершенно каких-то рандомных... Какие-то... Но они явно три символа... Выширшены... Прямо вот напротив твоей палатки... На входе? Да... Так, я... Хочу их перерисовать... Смотрите... Каждый раз, когда у нас появляется дама в игре... Она сейчас появилась... У нас происходит следующее... Ну, во-первых... Происходит событие... Это вот оно... Во-вторых... Вы теряете либо одну решительность... Либо один дух... Выбираете сами... И... В-третьих... Сложность следующих всех выпавших карт... Увеличивается на один... Убираете себе там дух или решительность решать сами... Здесь все? Да... Окей... Да, ты перерисовываешь себе эти знаки... Они... Как будто... Непонятно вообще их значение... То есть это не какой-то иеровлев... Это не какой-то... Просто какой-то, ну... Тупо какие-то каракули... Но они достаточно симметрично выстроены... На против твоего входа... И поэтому... Что-то похоже дозначит... И вчера их, по крайней мере, здесь не было... Угу... Честно, логически можно предположить, что это сделала я... Потому что там вокруг лагеря кресты... Соль... Я всякий сим... Ну, можно такое предположить... Ну так, просто так... Нарротипно... Пожалуйста... Так... Ну, я выхожу... И говорю... Шафранга... Доброго дня! Мы уже встались? Нет, я, к сожалению, так и не Санхунглаз... Это... Ваше дело рук? Или это... Ирен? Я подхожу поближе... Смотрю... Нет, нет... Я... Таким дождями заниматься... Ирен до сих пор в палатке спит... Странные вещи... А я хотела... Хочу посмотреть... Джеффри? Джеффри не вернулся? Я... Думаю, он с вами в палатке... Нет... Вы же уходите за ним? Я его так и не нашел... Так... Нам срочно нужно что-то делать... Нам срочно нужно собираться... Нам нужно отправиться на поиски Джеффри? Да... Отправиться на поиски Джеффри и тут же валить... Пришвартоваться было ужасно недели... Надо было плыть дальше... Ну... Нам... Либо... Плыть обратно три дня... Либо идти вперед... Обратно... Не три дня... В течение... А... Так что нам... Придется плыть только по течению... Но для начала... Нам необходимо собрать нашу группу вместе... Можете вы сообщить эту информацию? Я... Честно говоря... За эту ночь... И за прошлый вечер... Немного встала... Успокаивать их... Ладно... Я иду к котелку с едой... Угу... Достаю черпак... И начинаю звенеть по этому котелку... И говорю... Подъем! Собираемся! И дру полотенчика... Иду к реке... Угу... Умываться... Да... Без проблем... Ну... Собственно, наверное, ты тоже все это слышишь... Слышишь, как Николай с нас с улицы... Ты видишь, что... Мэри, которая в это... Все это время была в палатке... Она открывает глаз... И говорит... Я никуда не пойду... Я здесь... Она открывается с головы... Под спальником... И остается там... Я вот так хлопаю по спальнику... У меня красное опухшее лицо... Из-за того, что я плакала очень много... На стрессе вся такая... У меня волосы... Ну я... Переоделась там... Кое-как отмылась от грязи... Но у меня все равно волосы такие... В разные стороны торчат... Я выхожу на улицу... Что за... Нападение какое-то... Что произошло... Что за суета с утра пораньше... Опять что-то произошло, да? Я просто... Две секунды пытаюсь прийти в себя... Потому что я не спал всю ночь... И говорю... Послушай... Нам нужно собраться... Соберить свои вещи... Многочисленные... И мы... Отправляемся... Искать... Джеффри... Вы в курсе, что во всех... Я разворачиваюсь... В страшных романах... Всегда, когда кто-то пропадает... И команда идет за ним... Все умирает по итогу... Мы не в романе... Поэтому я иду и собираю вещи... Я... Ну... Проходя Малаги... Это, например, покушать... Остатки вчерашней пищи... Я замечаю символы... И хочу понять... Может быть, что они значат... Давай попробуем... Ээээ... Ну... Можно... Вытянуть... Конечно... Даже нужно... И 2 карты... 7? 8, да... Угу... 2... 2... Ты, наверное, присяживаясь... К этим символам... Начинаешь их пытаться... Каким-то образом понять... Так же, как и Николай... Ты видишь, что это... Ну, какая-то просто... Каракульная черта на земле... Но... Достаточно ровно... Асимметрично относительно друг друга... И в один момент... Ты чувствуешь, что тебя... Сбивают с ног... Ты падаешь на землю... Тебя прижимают лицом к земле... Ты понимаешь, что это... Мэри... Она тебя сбила... Она выбежала из палатки... И прыгнула прямиком от тебя... И сбила тебя с ног... Наверное, вы это видите... Она... Держит тебя... Лицом к земле... И шепчет тебе на ухо... Слова... Которые... Да... Она тебе говорит... Не надо... Не надо их читать... Они придут... Они соберут... Они всех нас соберут... Я не знаю, что на меня нашло... Я... 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 Извините... Я... Прости... Может в нее кто-то вселился... Я считала в романах... Нет... В нее никто... Не вселился... Она напала на меня со спины... И сказала, что я себя прочту... Ладно... Хорошо... Мы сожжем ее... Ты можешь выслушать... Мы вас не сожжем... Боже мой... Ты можешь выслушать меня... Вы научные сетухлотники... Вы... Я вас всех уволю... Когда мы вернемся домой... Ты можешь выслушать... Она напала на меня со спины... И сказала... Что если я прочту эти символы... Они явятся за нами... Так может быть потому что... Она желает тебе добра? А откуда она знает эти символы? Откуда она знает... Потому что она ученая... Такая же как и мы... И возможно она знает... Что значит эти символы? Эти языки... Не знаю... Я... Я не помню что такое что произошло... Было в палатке... И сейчас я здесь стою... И мне кричит... Господа... Нам нужно найти черри... И... Черри? Да... Я иду за картой... Которая... Ну карта этих мест... Возможно у меня есть... В рюкзаке... В моей похладной сумке... И пытаюсь понять... Где мы находимся... Есть ли... Какие-то... Опознавательные символы... Давай... Так... Ой... Шесть... Ой... Ой... Шесть? Да... Трудно понять... Возможно да... Есть какие-то отметки... Которые вы делали... По мере вашего путешествия... И... Крайнюю отметку... Что поставил... Джеффри... Где вы делали... Как раз привал... Вот этот вот... Смотря на карту... Смотря на реку... Где вы находитесь... Ты понимаешь... Что что-то не сходится... Очертания реки... Не совпадают... С... Собственно... Очертания на карте... Какие-то может быть... Примечательные места... Тоже не винеются... В общем... Из-за тумана... Тем более... Сложно осознать в принципе... Что вы где-то находите... Поэтому... Карта трудно читаемая... Скажем так... Наверное... Пока все... И... Пока наверное... В этот момент... После этого... Ты начинаешь собирать снова... Снова... Лагерь... Ты видишь, что мэрия... Дрожащая мэрия... Стоит возле палатки... Говорит... Я... Давайте останемся... Глупая идея... Джеффри... Он взрослый мужчина... Он может сам разобраться со своими проблемами... Давайте... Останемся... Нас на любом случае будут искать... Мэри... И сколько нам здесь ждать? Я не знаю... Сколько там... Час... День... Может быть... Максимум... Два... Сколько у нас есть... Еда... Мы сможем... Два дня... Если бы вы заблудились... Вы бы не хотели... Чтобы вас... Если бы я заблудилась... Я... Хрупкая женщина... У меня нет таких... Способностей к выживанию... Как у Джеффри... Джеффри... Взрослый мужик... В конце концов... Он способен до себя постоять... Если я уверена... Если будет медведь... Он сможет с ним... Побороться на руках... И я... Я не собираюсь никуда идти в лес... Искать взрослого мужика... Который способен до себя постоять... Хорошо... Если вам угодно... Оставаться здесь вдвоем... Вы... Вы... Вы тоже лучше останетесь... Я... Я не уверен... Что... Вам стоит идти в лес вдвоем... Потеряетесь... И... Она меня убьет... Она напала на меня со спины... Вы видели... Я ничего не делала... В таком случае... В смысле не делала... Все видели... В таком случае... Я предлагаю вам пойти с нами... А вы... Мэри... Останетесь в лагере... Как и хотите... Это неразумно... Мэри... Нельзя оставлять одну... Нам нельзя разделять... Давайте... Вдруг люди... Которые здесь ходят... Которые выложили вороний круг... Которые начертали... Я очень тихо говорю... Эти... Символы... Я пытаюсь убедить тебя пойти с нами... Люди... Какие символы? Я это все навыдумывал... Здесь все сходят с ума... Это... Это... Это проклятое место... Мы все... Умрем... Вы понимаете... Мы все умрем... Рано или поздно... Мы все умрем... Такова жизнь... Мы сейчас умрем... От этого... Здесь... Вы не понимаете... Здесь что-то происходит... Почему вы не можете это осознать... Одно дело... Если бы мы это не видели... Но вы... Моя хорошая идея... Послушай меня... Пожалуйста... Даже если мы сейчас... Все вместе поехали... Во всю эту дичь... Которая происходит... Что мы можем сделать? По крайней мере идти... Нам нужно искать Джеффри... И... Текать отсюда... А вдруг... В него уже кто-то вселился... И он нарочно ушел... Чтоб выманить нас в зубный блеск... И Мэри сказала... Что на нас... Что если мы прочтем символы... Они явятся... Вдруг Джеффри один... У нас есть две лодки... Я падаю на колени... И говорю... О боже... Что со мной? Кажется... Я начинаю понимать Джеффри... Я начинаю понимать... Почему он ушел... И не вернулся... О нет... Прекратите поясничать... Николай... У нас здесь сейчас и так... В крайне... Не... Не... Странная ситуация... Хорошо... Я стою... Отряхиваюсь... Я говорю... Просто может быть успокоимся... Давайте я заварю чай... Я по вашему неспокойна... Я пытаюсь лишить проблем... Никогда нельзя... Неспокойно пойду... Чтобы не успокоиться... Да... То есть по вашему... Значит я не изучал психологию... По вашему ситуации... Сейчас боговолитам... Спокойно посидеть... И попить чай... Когда нас в любой момент... Может кто угодно убить... А что предлагаете вы... Ну что на арене в Колизее... В самом деле... Я предлагаю... У нас здесь лес... Никого вокруг нету... Вы кого-то слышите... Вы кого-то видите рядом... Я что-нибудь слышу... Кстати... Я хочу прислушаться... В этот момент... Что ты хочешь услышать... Вообще... Может быть какие-то... Звуки... Животные... Шаги людей... А вдруг перешептывания... А вдруг где-то... Какие-то сектанты... Напевают свои песни... Давайте я тебе дам... Новую сложность... 8... 9 значит... 9 кстати... 7... И это черва... Ой... Хорошо... Вы хорошо... Все хорошо... Делай проверку... Пожалуйста... 7... 7... Я думаю... Это... Пока в спорове... Это происходит... Пока ты там... Выдаешься... Перформанс... В какой-то момент... Ты действительно... Даже не слышишь... Ты иногда примечаешь... Что где-то... Может быть туман сегодня... Такой густой... Как был... Вчера... И ты примечаешь... Что где-то... Какая-то... Быстрая тень... Сзади вас... В лесу... Что-то пробежало... Может быть... Это Чеффри... Я пойду... Нет! Он бы как тень... Просто пробежал мимо... Он бы не пришел к нам... Возможно... Он, услышав наши ссоры... Хочем бы еще... Погулять... Нет... Мне кажется... Нас кто-то выманивает... Либо это аллигатор... Я оборачиваюсь и кричу... Эй! Мы знаем, что ты там! Выходи! Чеффри! Что-то... Что-то происходит... Вы видите, что... Действительно... Между деревьев начинает это мелькать... Действительно... Сейчас прямо видно, как... Кто из тумана... Между деревьев... Тут начинает... Харкерный хруст... Харкерный хруст веток... Я хочу разбежаться... Поднять свою ветку... И побежать туда... Замахнувшись... Без проблем... Ты размахиваешься... Бежишь в сторону этой тени... И через секунду... Ты видишь, как... Из тумана... Буквально тебе в лицо... Тычется ствол пистолета... Я редко останавливаюсь... Видишь, что это... Из-за дерева выходит... Джеффри... Он весь в грязи... Он весь... Помят и побит... Словно... Ты видишь щетину на лице... Которой не было... Буквально вчера... Он выглядит, как будто... Он неделю провел у нас... А то и больше... Джеффри... Мы ждали тебя... Со вчерашнего дня... Ты... Джеффри... Друг мой... Что с тобой стало? Николай... Не... Не-не-не... Ты меня не обманешь... Джеффри... Вы меня не обманете снова... Не-не-не-не... Заткнись... В него... Заткнись... Заткнись... Я... Послушай, Джеффри... Заткнись... Я хочу... Заткнись... Не заявляй... Я конечно извиняюсь... Да... Это я, Саня... Да-да-да... Заткнись... Джеффри... Джеффри... На ваш день... Я так... Джеффри... Я бы хотела... Я говорила, что я... Тоже хотела пойти в этот... Я бы хотела попробовать... Я бы взяла камень... И попробовала бы... Тихо... Обогнуть его... Давай я тебе дам новую сложность... Это будет сложность... Девять... Стало быть... Десять... Поэтому... Я могу ей помешать? Сейчас секундочку... Давай мы с ней закончим... Нет, если помешаю... Карта не меняется разве или как-то? Да, меняешься... Но она может быть легче, да? Чем это? Может быть... Тогда я вижу, что Мэри идет... Я такая... Мэри, подожди... Вдруг будет сложность... И ты без этого времени... Я поворачиваюсь... У меня зовут Шафранка... А... Шафранка? Да... Шафранка, ты... Ты куда? Ой, хорошо... Тогда твоя новая сложность... Восемь... Устало быть девять... Ну, а тогда бы десять... Да? Ну, чуть-чуть полегче стало... Ну, я... Я туда... С гости... Происходит следующее... Да, все у тебя... Это десять на стогранном кубике... Да, стогранном... Отличная работа... Хе-хе-хе-хе... Но нет... Давай еще раз... Что? Ну, ты... Кидать будешь? А я кинула... И сколько у тебя было? Десять на стогранном? Десять на стогранном кубике... А! Это что? Да, я придумал... Все, да... Один... Происходит следующее... Ты действительно... Начинаешь тихонечко пытаться обходить... В этот момент, да... Ирен произносит это... Мэри, ты... Мэри... Ты куда? Да... Да... Я просто... Я шоу... В этот момент ты видишь, что... Джеффри истерично поворачивается в эту сторону... Вы опять пытались это сделать?! Ты видишь, как он направляет на тебя в ушку... И в этот момент... Чувствуешь, как тебя отпинает... Видишь, как Мэри снова в истерике бежит... Потолкает тебя буквально в сторону... Отталкивает тебя... Ты падаешь на землю... В этот момент слышишь... И ты видишь, как Мэри в голову... И она... И рушится в траву... Я ору... Я просто здесь не могу... Ты видишь, Джеффри... Я... Я... Назад! На это ты! Тише, тише, тише! Успокойся! Начинаем наступать назад потихонечку... Ты убил Мэри! Я... Я говорю, успокойся! Просто успокойся! Это я... Прими на секунду, что мы твои друзья! Это я! Прими на секунду, что мы твои друзья! Это я! Это я! Слушай мой голос! Слушай мой голос! Ты меня больше не обманешь! Нет! 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 На секунду! Одна мертва! Нет! Одна мертва! Успокойся! Успокойся! Все в порядке! Все в порядке! Ты просто защищал? Да! Ты просто защищал, Ирайан! Да, Николай! Прости, я... Ничего! Девочки, простите, я... Мэри! Что с тобой случилось? Почему ты выглядишь таким образом? Ты слышишь, ты слышишь, он замирает! Она мертва! Ты слышишь? Вы слышите? Это они! Ты еще разворачивается. Сука! Начинает стрелять куда-то в лес, и ты еще срывает с места и убегает в лес. Я говорю, стой! Вернись! Слышишь как он, слышишь, как ломаются ветки поду ногами. Слышишь. И через несколько секунд запихает. Я поворачиваюсь на девушек. Потом поворачиваюсь на Мэри и подхожу осмотреть ее тело. Ну, я, скорее всего, уже у Мэри. Смотри, что ее голова пробита, действительно очень метким выстрелом в висок. Кровь медленно растекается по листве. Я хочу пощупать ее пульс, открыть зрачок и надавить на него. Потому что если надаешь на зрачок мертвого человека, он деформируется. Ну, так и происходит. Не знаю, правда. Или нет, но так и происходит. Потому что я ученый. Ну, безусловно, она мертва. Я говорю, господи, что за чертовщина здесь происходит? Ты только сейчас забыла больно, когда умерла Мэри, когда он убил ее. Ну, надо похоронить ее и как можно быстрее отбыть. Похоронить. Я беру, надеваю очки. Надо ее сжать, вдруг ее труб кто-то вселится. Я начинаю. Там есть какая-то местность? Я закрываю. Каменистая или глинистая? Я думаю, есть и глинистая местность. Ну, тупо при речи, назовем это так. Ну, в Англии обычно, ну, типа, камней всяких много. Тем более, это граница с Шотландией, да, я так понимаю, местность? Да, пускай будет так, да. И поэтому можно собрать камни и обложить ее тело просто и начать собираться. Я просто, обложив тело Мэри, начинаю складывать вещи в лодку. Какие вещи бросих? Нам надо бежать отсюда. Беги. Вперед. Может быть, поможешь? Может быть, займемся делом? Только и делай, что причитаешь. Сколько можно? У меня уже сил не хватает. Скажи ей, Шафранка. Что? В смысле? Я с самого начала сказала, нам надо валить отсюда. Ты сначала сказал помочь ему. Мы стояли здесь, пока он не вылез и не убил Мэри. Мэри опять накинулась на тебя. Мэри, Хаф, давайте займемся делом. Давайте соберем вещи. Мэри накинулась на меня. Она ее спасла, оттолкнула. Тебя опять иллюзия. Что ты видел? Поэтому она не накинулась на меня. Она оттолкнула ее, чтобы пуля попала от меня и я захотела это обыграть из разряда, что у тебя галлюцинации. Она тебя, типа, спасла своей головой. Да, ее. Она меня спасла, да. Она оттолкнула меня и он быстрее... Своей головой. Все, понял. Да. Мне показалось, что Мэри пыталась напасть на тебя, а он... У него нервы не к черту. Вы видели его вообще? Что с ним происходило в эту ночь? У него тоже галлюцинация. Я предлагаю оставить ему на всякий случай карту и провизию, чтобы он смог выбраться отсюда. Нам хватит и одной лодки. Так и сделаем. Так и поступим. Давайте все вещи оставим. Я купил новые. Нам надо просто... Я тем временем складываю свои вещи в лодку. Ну, у меня не так много вещей, я тоже складываю вещи в лодку. Табак, зажигалка. Табак, этот фонарь, полотенчика. И зеркальце. Я беру с собой только самое полезное. И пляжечку. Это веревка, сменную одежду, всякий спирт. Ну, самое важное. Там бинты. Ну, то есть, чтобы чуть легче было и на реке смогла убежать. Капкан. Да. Я думала, что ты достанешь угли, когда разожгал огонь. Да. В какой-то момент, собирая вещи, не закидывая их в лодку, в тишине и в легком недоумении, что делать дальше, Шафранко. Да. Ты ходишь по берегу реки, может быть, закинув свою трубку и этот самый... Ну, маленькая сумочка. Ну, закинув сумочку в лодку, ты ждешь, пока остальные соберутся. В какой-то момент ты откуришь в стороночку и... Ну, чтобы покурить. Да. И докурив, ты собираешься поворачиваться обратно, чувствуешь, что твоя нога что-то не движется. И смотришь, и ты видишь, что твоя нога начинает вязать что-то там вот в глинистом, илистом песке, назовем это так, который здесь... Может быть, там, где как раз камни расчистил Николай. Нет. И ты чувствуешь, как твоя нога... Начинает вязать все глубже и глубже вниз. Я не шевелюсь. Замираю. Николай! 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 Я поворачиваю голову. Ты видишь, да, что Шапранка стоит на берегу реки. Может быть, река немножко начинает заливать ее ногу, и ты видишь, что нога уже по щиколотку увязла в этой глине. Она медленно-медленно начинает опускаться все ниже. Я говорю, иди сюда! Что-то там стало? Меня засасывает, прошу, помоги мне! Я пытаюсь пробраться к ней по камням и протягиваю ей руку. Сделай давай проверку. Я беру это, ладно. Что? Ну, там, мало ли, еще больше будет. У него сейчас сложно 7, поэтому... Да, лучше бы сказать. Ну, получается, 8. Да. Нет. Один. Это... А здесь есть ключ-провал? Нету, но это можно демонтировать по-своему. Я думаю, это действительно тянешь к ней руку, и в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, даже не понимаешь, ты просто камень с твоей ноги выскальзывает, и ты плюхаешься прямо на шафранку, и вместе плюхаете всю эту жижу, которая начинает вас в двоих медленно тянуть вниз. Ты эту картину видишь? Да. Я это хочу умыхать. Давайте с ней по дому духу берем друг другу. Я хочу пойти по ночам. Я выхожу с Библии, с буддийскими сутрами, и всякими языческими ритуалами, начинаю по очереди их зачитывать. Кажется, нам сегодня совсем не повезло, Николай. Она читает молитву о нашем упокое, или что это происходит? Дай нам руку! Я пытаюсь изгнать, я же вижу, что они странно засас... Я хочу просто нащупать что-то твердое, гамень, и подняться. Ирэн, прошу, помоги нам. Мои... ничего не помогает. Сделай проверку. У тебя сложность 9, наверное. Я хочу вложить... Ну, пускай, пускай, пускай. Одну удачу. Да, может, новую сложность выберем? Давай, можно? Новую сложность. Да, конечно. И там даму. Ну, кстати, даму даму. Все, до свидания. Плюс один. Ну, стало быть... Мы убираем либо решимость, либо дух. Убирайте сами. Один. Если у вас дух уходит в ноль, вы еще не умираете. Это все идет под счет в конце игры. Тогда сложность какого мой образка? Десять? Нет, у тебя... А, да, десять. Хорош. Десять. Дэм. Все-таки он бог. Она так выразительно читает своих. Ты читаешь эти мантры, да, вот это вот. В этот момент Николай пытается снять таких-то камней, и ты понимаешь, что вы с шафранкой вязнете все ниже. Ты уже видишь, что шафранка уже буквально по горло в этом песке. Ты сверху на ней пытаешься закарабкать, схватаешься за какие-то камни, и в какой-то момент ты понимаешь, что вы просто лежите на песке. А я еще крестом вот так вот и кричу на них. На-на-на-на, изгогони лукавого. И как раз пускай в момент, когда у меня заканчивается один из этих... Салон, как это называется, вы понимаете, что вы лежите тут тупо на песке, и по два минуты еще не вязли. А я говорила, это проклятое место. Это все заколдовано, а вы назвали меня помешанной. Нет, 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 нет. У этого должно быть какое-то логическое объяснение. Объяснение? Ты видел, вы вязли. До того, как... Держи, я даю ему амулет. А у меня есть один. Еще, а другой. Откуда у тебя столько амулетов? Я ношу с собой много чего. Ну, я беру. И тебе новый. Я хочу осмотреть его, что он вообще там? Чеснок просто на веревке? Один чеснок был, сейчас крест, вместе с языческими иероглифами. Два, получается. Два амулета на одной веревке. Как в доте пак какой-то собрала их. Десять танго, они не стакаются. Да, тем не менее, поднимаюсь, отряхиваюсь, понимая, что песок под вашими ногами достаточно плотен и не засасывает. Ну, хорошо. Я быстро хочу кинуть все необходимое, прыгнуть в лодку и отчалить. И предложить дамам. Пожалуйста. Я говорила, я знала. Я избранная. Вы отталкиваете лодку от берега, она, как мы пристанили, и она, собственно говоря, отходит от печала, и вы начинаете медленно-медленно отплывать от берега. Путь вперед. Плывете под печенью реки. Берега меняют друг друга, словно не меняясь вообще. То есть вы видите, что деревья проплывают, какие-то камни проплывают мимо. Я хочу, чтобы попросить. Я привязываю нас с веревкой друг к другу. Вы не против? Если вдруг нас снесет, мы должны разъединяться. Что? Нет, нет. Мы привяжемся к лодке. К лодке, а если она перевернется, а мы останемся внутри, мы не сможем выбраться, потому что лодка будет очень тяжелая, и она будет тянуть нас на дно. У тебя с собой есть опасная бритва. А если она выпадет из моей сумки, пока я буду в воде барахтаться? Держи ее в руке. А если она выпадет? Тогда... Шафранка, как ты думаешь, как будет более логично? А если меня убьют, и я буду тянуть тебя вниз? Давайте поплавим. Тогда мы его не привязываем. Кто-нибудь, просто управляйте лодкой, мне нужно отдохнуть. Я не сомкнул глаз этой ночью, и у нас слишком долго произошло. Ладно, я тогда привязываю нас к другу и к лодке, моими морскими узлами, потому что я не зря ходила на курсы. И пока они плывут, я вообще не прикасаюсь к весам, а просто сижу на лодке и читаю сутры, библию и всякие там языческие эти. Я уже... А, и солью лодку посыпала. Я хотела добудись и не хватать. Шафранка, ты видела? Нет, там типа можно не грести, там можно просто типа править. Мы же по течению плывем. Мы все-таки вглубьи. У нас один выход. Мы же не можем уйти в лес этим сектантом, Джеффри. Мне нельзя останавливаться. Нельзя продолжать читать. Я хочу перед сном еще найти место на карте, где мы можем все-таки быть, и сделать пометку, чтобы, если что, отправить туда спасательную экспедицию, чтобы, возможно, найти Джеффри. Найти останки мэрии, чтобы вернуть их домой. Без проблем. Ваша лодка медленно по течению плывет куда-то вперед. Николай приляг, говорит, поддохнуть чуть, чтобы перевести дух. Может, загремалась легка. А... Шафранка сидит, оглядываясь по сторонам, пытаясь править эту лодку вперед, чтобы она не сбивалась своего темпа. Ты сидишь и читаешь мантры. И очень много. В таком случае, я думаю, Шафранка, ты в какой-то момент веришь, что идет там в тумане, перед вами появляется явный утес, рядом с которым вы проплываете. Он возвышается над рекой, достаточно высоко, метров, наверное, 10-15 над рекой. Ты веришь, что по этому утесу идет человек. Тень. Ну, человек. Я отворачиваюсь, делаю печь, и я ничего не видела. И плыву дальше. Хорошо. Ты, наверное... Ну, хорошо. Вы плывете дальше, и в какой-то момент пробыла под темнотесом, слышите... Ну, в твоем, получается, слышите крика, когда сверху. И голос явно Джеффри. Слышите... Нет! Вы меня не достанете! Сколько я здесь? Три недели? Да лучше так, чем вот как вы хотите. И слышите... А, сука! И рядом с вами... В реку что-то падает. Тел. И ваша лодка медленно проплывает дальше. Я думаю, ты просыпаешься. Нет, я хочу посмотреть, что упало. Я вскакиваю и говорю, что это было? Что... Что упало? Я хочу посмотреть, девочки с нами? Со мной? Да, они, безусловно, в лодке. Я говорю, кто-то... Кто-то выкинул что-то ценное? Что за грохот? Он покончится. Кто? Ты, осматриваясь вокруг, видишь, как... Плохо видно, но в нескольких метрах от вас очень быстро течение реки уносит, ну, явно, тело человека. И, судя по одежде, судя по одежде, это, ну, похоже на Джеффри. Он не на нас продувал? Нет, он параллельно от вас достаточно быстро вперед, он его носит. Я... Там есть какая-нибудь веревка, может быть, я хочу попробовать сделать лассо и... загробастать его. Да, пробуем. Сложность у тебя будет... Ну, человек, получается, девять. Семерка буга. Нет, у меня семь. И происходит так. Ты действительно быстро начинаешь сворачивать веревку, делаешь какое-то лассо, начинаешь размахивать. Может быть, кидаешь вперед, веревка падает, плюкается в воду, может быть, даже падает на это тело, которое достаточно быстро начинает носить течение. Но в этот момент с неба, откуда-то из тумана, несколько ворон буквально влетают тебе в голову, начинают цеплять тебя, клевать тебя клювами, цеплять тебя когтями, своими честлышками, карканьями, они вокруг тебя, вы видите, как над Николаем Вадим Ворон начинают буквально ровно ворошиться, они отсарапывают тебя немного, пытаются клюнуть тебя в глаза. Что вы будете делать? Я бы попробовала лампы отбить их. Читаю с утра. Библию. И языческие. Сделай проверку. Я там делаю новую сложность, а будет сложность 8, получается? Дома. У меня и было. У нас осталось две дамы, две шестерки. И девятка. Нет, дам одна. Дам всего три. А, три. Два. Два? Но нет. К сожалению, наверное, может быть, размахиваешь эта лампа, и в какой-то момент ты просто случайно бьешь Николая эту лампу по голове. Я думаю, что я просто отпускаю весла, и это слегка... Там большие лодки, широкие. Да, это истинная. Я промахиваюсь, бью тебя по голове. В какой-то момент ты, наверное, чувствуешь, отбиваясь от ворон, ты чувствуешь, как тебе в голову действительно прилетают лампы, которые искрами разносятся в стороны. Чувствуешь боль шишков. Вороны, тем не менее, разлетаются, но твое лицо все истцарапано, так как она плохо пробросила, а минус один дух, пожалуйста. Я чувствую теплую струйку. Николай, минус один дух, пожалуйста. Минус один дух. А, да. Я вытираю лоб и говорю... Обороны улетели, да? Да. Я говорю, спасибо. Хорошо, хорошо. Достаю платочек и промакиваю место удара. Я медленно возвращаюсь досыпать. Надо обработать раны. Вдруг столбняк или еще бубон, чина и чума, все что угодно. Я достаю тряпочку какую-нибудь и у меня с собой есть спирт и хочу обработать раны. Да. Мы исправляем. Чувствуешь, как прижигает тебе голову от отмести ушиба. Я терплю. Я дую. Спасибо. Спасибо. Мы все умрем. Ну мы в этот момент, как раз вы все слышите, как где-то там вдали раздается звук флейты. Медленная, мелоколичная мелодия, которая разносится над рекой и где-то там между деревьев и в лесу. Которая неясна с какой стороны, но она тихо-тихо играет какую-то мелодию. Сначала ровную, потом немножко более с темпом, потом немножко ломаную и в какой-то момент переходит просто в какофонию звуков, который очень быстро и буквально за секунду обрывается. Хочу заявку. Да. Я могла, ну, учитывая, что я интересуюся естественной фигней, я могла где-то в статьях, книгах прочитать про это место, ну, как, допустим, перевал Дятлова, да, что она говорила, но просто не акцентрировать внимание и забыть. Ну, типа, разряда не знаю, ну, название какое-то и сопоставить факты, понять, что это вот, об этом месте я слышала, возможно. Давай сделаем проверку, тебе там новую сложность. Да, да. Это, ну, это 10 будет. Все, это девятка пик. Сложность 10. Тебе вообще везет на твои сложности. Да. У тебя 8-9 рукопадает. 3. К сожалению. Я думаю, что ты знаешь об этом месте, может быть, ты слышала о реке, что об этой реке ходят разные слухи, да, ее до конца не исследовали, здесь всякие легенды ходят по поводу происходящего здесь. Нет, давай так, ты, так как ты занимаешься вот этой оккультной херней, ты можешь прикинуть более-менее, к чему это все, вот эти все звуки, вот эти все вот, рисунки, вот это все. Ну, хотя 3. Смотри, я кидала на знание этого места, могу я кинуть как раз-таки на ритуалы, что это может быть? Что-то сатаническое, что-то... Да, давай. Свет естественное, призраки духи. Давай все-таки еще одну должность, да, это приблизительно конец игры, но тем не менее, хотя бы у тебя будет шанс только какой-то, потому что десятка на налет. Ну, это все равно десятка. Десятка. Давай я две воли решительности, да? Решительности. Две решительности. Давай. Семь. К сожалению. Ну, я думаю, ты... Давай так. Ты проводишь журналис в своей голове. Вспоминаешь то, что говорил Николай про круг из ворон, вспоминаешь про вот эти вот символы, которые были нарисованы около его палатки, мелодия странная, флейта, так или иначе тебе что-то в голову ударяет. Ты припоминаешь, где-то ты читала, возможно, о каких-то обрядах, которые проводили какие-то раньше секты. В ваше время, в 1921 году, сект достаточно много. Один только этот. Как у Алистера Кроули. Во все Англии известен, его все знают, он там творит странные вещи. Сект много развелось в эти годы, поэтому ты читала много про них, потому что ты все-таки вас роман. И пускай ты читала, что в лесах очень часто любят проводить ритуалы с жертвоприношениями, в которых часто замешана и музыка, и различные странные иерографические символы. Может, даже не всегда понятные иероглифика. И зачастую эти ритуалы могут либо относиться к призыву чего-то, либо, наоборот, к отвороту чего-то. Так, как у тебя не успех, я тебе не могу дать точный ответ, но, тем не менее, такие предположения у тебя есть. Я сижу в фарфах. Дамы, господа, у меня есть важная информация, которую стоит вам с вами поделиться. Музыка, измена, куда все эти символы смерти, по всей видимости, здесь замешана секта, и они играют с нами. Они, по всей видимости, мы их жертвы. Это мы умрем, нас убьют. Они либо хотят вызвать что-то, либо изгнать, но либо нас хотят убить они, как для своего ритуала, либо с нами играет то, что они вызвали. Думайте, мы не сможем вернуться домой. Все. Это конечный путь. Здесь глубоко? А что вы хотите? Я сразу смотрю на веревку, у меня сразу стонуть. Пешком вернуться обратно по течению. В любом случае. Я просто представила, как она здесь глубоко, я типа прыгаю, и мы за ней такие, блядь. Я вот так руку в воду сую, чтобы понять, насколько здесь глубоко и смогу ли я пешком вернуться. Она достаточно глубокая. То есть она широкая и в самом устье реки, в центре реки глубина достаточно приличная. Единственный человек, который мог за нас постоять, он умер. Он сошел с ума и умер. Убил одного из наших. Это конец. Послушай, во-первых, мы сами можем за себя постоять. Что мы сделаем? Зачитаем какую-нибудь статью? Во-вторых, если наша судьба неотвратима, если мы умрем так или иначе, то без боя, без боя мы просто не сдадимся. Нам надо просто плыть дальше. Я полностью согласна с Николаем. Я не знаю, что предложить. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Ему нужно бороться. Бороться против. А что бороться? Ничего не получается. У нас нет ни оружия, ни людей. Нас просто убьют. Вообще-то оружие у нас может быть. Что? Где-то здесь были вещи Джеффри. Возможно, там есть еще один пистолет. я хочу пойти и посмотреть. Уже отлыли. Нет, я имею ввиду, мы же брали вещи. У меня стилика. Пускай. Китай ничего не нужна. Сима собой. Действительно, в ваших вещах сколько у тебя решительности? у меня одна решительность. Одна. Пускай. Пускай. Находишь обшаривая вещи Джеффри как раз таки, я думаю. Где-нибудь в каком-нибудь небольшом подсумке ты находишь небольшой пистолет запасной, который на собой приходил. Я вытаскиваю пистолет и говорю я нашел оружие, но послушай, послушай, я хочу сказать как раз только об этом. Если кто-то из нас решит применить это оружие, то имейте ввиду, что к нам в голову могут залезть, нам может показаться все, что угодно, нам нельзя стрелять по жизненно важным органам. Я вытаскиваю блокнот, начинаю листать страницы и доходить до анатомии человека. Я хочу показать три точки, которые можно выстрелить, остановив человека, но при этом не лишив его жизни. Я показываю вам и говорю, что если вы решите применить этот пистолет на ком бы то ни было, на враге, на друге, необходимо целиться в эти три точки. Вы, конечно, извините, но я охожее не возьму в полке. Отлично, тогда запомни только ты. я заряжаю этот пистолет, насколько мне позволяют мои знания и умения и кладу его туда же под сумку. Просто все знают это место, чтобы могли его достать. Джеффри сказал, что он здесь как будто бы находится в твоем теле. Мало ли, что он сумасшедший человек может сказать. Он не сумасшедший. Хотя вы видели? У него была щетина, когда он вышел из леса. Это очень странно. Все время течет по-другому. Да. Нельзя отрицать это. Это наглядные факты. Джеффри был своеобразный мужчина, но не сумасшедший. Может быть, нам все это снится? Я не могу найти этому объяснение. А может нам надо умереть, чтобы проснуться? Я щипаю. Ау. Нет, мы не спим. Я беру зерк. Умереть мы всегда успеем. Послушай, нам не надо торопиться с выводами. Я хочу страдать, видеть. А вдруг я умру мучительно? Я не хочу умирать мучительно, я боюсь боли. Может, сколько там патронов? Может, просто застрелим друг друга? Нет, меня не надо застреливать. Меня тоже. Похожи подключения, но я не согласна. Мы можем застрелить тебя, но я знаю точки, которые могут тебя просто остановить и обезвижить. не умерла, наоборот. Я мучилась, я боюсь боли. Я не знаю, что тебе предложить. Это уменьшит боль. Да, дай им ей речной воды. В прошлый раз это сработало. Я просто держу в руках мне силы пить. Ты поднимаешь, что так просто на него выливается. Я бы хотела взять зеркальце и посмотреть на себя. Хороший наеб. Ты смотришь в зеркало и ты видишь, как обычно. То есть, ну, как по-обычному глядю человек, который уже четыре дня, грубо говоря, в походе и два дня настроится. Без трех недель еще тянует. Да, без трех недель еще не безусловно. Но однако тебе привлекает внимание то, что в зеркале отражается небо и небо отражается без тумана, темное, как будто ночь. И всматриваясь туда, ты видишь, что там звезды явно выглядят не так, как ты привыкла видеть их на небе вашего города. Николай Эрхэм «Твою…» «Твою…» «Вы только…» «Вы посмотрите, что…» «Я…» «Можешь мне?» «Ну давай, она вот так вниз опускает, и вы просто заглядываете туда». «Не, я хочу на сярский». «А, ну давай». «Я хочу взглянуть на себя». «Там, видишь, бородатого мужчину в больших очках». «Серьезно?» «Нет». «Я не умею переключаться между сценой». «Такая же картина, ты видишь свое отражение, да, немножко измотанное, конечно, красные пухшие глаза, но позади тебя виднеется именно небо». «Я хорошо знакома с астрономией. Я хочу понять, чем сильно отличаются, чем именно они ярче, по-другому расположены, слишком близко, слишком ярко». «Давай сделаем проверку, я тебе дам новую сложности. Смотри, у тебя восемь. «Девять». «Десять, да?» «Не-не, это шестерка. У тебя восемь получается. Последняя шестерка». «Так, грош!» «В таком случае, смотря в зеркало, ты присматриваешься к небу и смотришь сначала на себя, потом поднимаешь в зеркало и смотришь, смотришь на небо, понимаешь, что, так как ты шаришь более-менее астрономия, понимаешь, что звезды действительно расположены не так, как вы привыкли их не видеть на вашем небе, там нет созвездий, которые ты обычно наблюдаешь дома из своего балкона на небе, когда в редкие чистые ночи вот эти вот в Англии, а нет созвездий, к которым ты привыкла, может быть, ты по вечерам сидела, считала звезды, а этих звезд там нет. Над вами абсолютно другие какие-то созвездия, другие сочленения звезд, они не выглядят ближе, не выглядят дальше, небо как небо, но…» «Скороче, это незнакомые мне. Да. «То есть даже теоретически они могут быть…» «Как будто ты в другом полушарии находишься». «Нет, в полушарии, допустим, если я знаю, что, допустим, если я знакома с астрономией, вот я знаю, что, например, я над нами, допустим, созвездия Медведя в Сочи, значит, с другой стороны должно быть другое созвездие. Ну, типа, можно предположить, я хочу теоретически предположить, с какой стороны можно находиться». «Здесь ты даже не можешь понять, что именно это за созвездия, они словно не выглядят знакомыми тебе». «И, наверное, посмотреть на это немножко вахерит, ты снова смотришь на себя и ты видишь, что твое лицо…» «Буквально на секунду тебе показалось, что в отражении твое лицо не имеет глаз, и носа, и рта, а вот это просто плоская поверхность лица». «И, брат, я откидываю зеркало». «Зеркало падает на землю, разбиваю, а?» «Хочу поймать, я же еще не смотри». «Брат, роняешь в зеркало и… Ну, давай, сделай проверку. У тебя девять. Зеркало разбивается на лодку или даже падает в реку, и ты, наверное, Ирен, смотря туда, куда улетело зеркало, ты начинаешь чувствовать, как тебя словно тянет, туда, за этим зеркалом. Ты чувствуешь, как река словно говорит тебе, что если ты сейчас придешь ко мне, все будет хорошо, все это закончится, и никаких больше проблем, никаких страхов, никакого поля, абсолютно ничего». «Выглядело, как заявка». «Если я вижу, что она…» «Нет, я не иду, я слышу просто». «Ох, да, мастерить…» «Мы находимся непонятным днем». «Это…» «Какого места нету на Земле?» «Звезды не похожи на те, которые у нас у нас». «Нигде». «А вдруг мы не справляемся по течению, а наоборот углубляемся внутрь?» «И я хочу попробовать достать его из реки». «Она же разбилась». «Нет, она просто в реку упала». «Он был в реку». «А у тебя есть еще одну изер?» «Конечно». «Нет». «Конечно нет!» «Но может быть, у Джеффа есть». «Так, секундочку. А достань из нее свою опасную бритву». «Достаю». «Отражение». «Отражение». «Жулики, блин». «Хорошо. «Ты пытаешься приглядываться в отражение опасной бритвы». «Но она падает и разбивается». «Ты висаешься в горло». «Нет». «Он был в час». «Хорошая заявка». «Хорошая заявка». «Мне она нравится». «Как?» «Как интересно». «Ну, круто. Посмотрю. А с этого ракурса». «Нет, в этот раз смотришь ты в отражение бритвы, и ты понимаешь, что ты отражаешься как обычно. Нет никаких бликов. Даже звездного неба ты не видишь». «Фляжка». «А что фляжка?» «Ну, фляжка тоже отражается». «Да, по учет ее отражение фляжки, посмотрите». «От воды». «Как отражает фляжка?» «Ну, она же металлическая». «Металлическая». «Ну, смотря какая фляжка». «Ну да, она скорее такая военно-зеленая, как она что-то отражает». «Я тушу фонарь». «От воды отражение туман вокруг. Она не отражает ничего». «Вода словно...» «Там же метр, типа. Хоть чуть-чуть. Хоть свое отражение я видел». «Метру чего». «До воды отходила». «А, себя безусловно видишь. Да. «Ты видишь абсолютно...» «Вы видите...» «Загадывая вода, ты видишь абсолютно то же, что видишь, надо видеть обычно. Нет никаких каких-то особенных проявлений в отражении в воде». «А если я наберу, зачерпну ведро воды, поставлю и взгляну на него...» «Мы теперь просто, как безумные, начинаем искать зеркала, понимаешь?» «Понимаю. Но нет, другие отражения не дают...» «Самая полезная вещь». «Другие отражения не дают таких эффектов». «Вы видите, все то же самое, что видели до этого в Галливоне». «Ладно». «Я думаю, пора где сдать общую сложность. Новую. Общая сложность, ну, 10, получается. Крестовая девятка у меня. «И это...» «Да, я думаю, вы начинаете быстро капошиться в своих вещах, пытаясь найти какие-то отражающие поверхности. Заглядывайте в вод, набирайте в стакан, пытаясь посмотреть, что там, как там, где там...» «И в какой-то момент вы отвлекшись, наверное, все-таки на это, потому что вы все этим занимаетесь, я как понимаю». «Ну, на мне управление лодкой. Я бы не стала забрасывать просто так». «Ну, может, даже не отвлекаясь, не бросая управление, может быть, отвлекаешься именно...» «В какой-нибудь момент заинтересовалась тем, что увидела...» «На суету. «Да, Николая, или, может быть, видишь, что Ирона пытается порезать себе горло и ее останавливаешь в этот момент». «Кайфот!» «Но, и в какой-то момент отвлеклась, на секунду буквально, и чувствуешь, как лодка открывает...» «Лучше тут ударяется, у него аж немного шатает, кидает со стороны в сторону...» «А сделайте мне проверку, чтобы держаться на этой лодке». «Смотрите, у тебя сейчас сложность восемь, у тебя, Ирона, тоже сложность восемь, у тебя сложность девять, получается». «Я провалил». «А ты же делал только что общую сложность десять». «А, извините, я тупой. Я пытался вам дело помочь, но нет. Да, у вас сложность десять, точно противостоятельно». «Я провалил». «Ну, я скажу так, неважно, провалим мы или нет, потому что если один провалил, мы все потонем за ним, потому что мы все привязаны». «Я не привязан». «Нет, я всех привязала». «Она всех привязала». «Ты же сказала, что если меня будет тянуть на дно...» «Да, я же потом сказала, что я всех привязала. И клотки». «Отвич». 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 «Ты думала, я что тут имитирую, как я это срезаю?» «Веревку». «Восемь». «Десять на сто градусов». «Десять?» «Один». 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 «Вы действительно чувствуете, как вошло, шатает, не успеваете, наверное, схватиться за борты, отвлеченные на свои собственные дела, и все втроем, вы разлетаете с разными стороны, падаете в воду, слышите всплеск, сразу же ваш одежда полностью макает, вода закрывает глаза и уши, что слышите, вот это вот подводный... Ваш течение сразу вас начинает отнести вперед. Может быть, лодка над вами сверху над каким-то из вас проплывает, видите, вот эта темная сила. «Ну, мы привязаны друг к другу и к лодке». «Да, поэтому лодка течением несет вперед, и вас начинает тянуть за ней буквально под водой. И в какой-то момент, может быть, кто-то из вас, барахтаясь в течение воды, видит, что лодка начинает медленно опускаться под воду, потому что у нее явно пробит бок». «Я бы хотела отвязаться». «Ну да, все, наверное, хотели бы отвязаться, только видишь». «Конечно! Кто такой, чтобы вас останавливать, но у вас есть проверки для того, чтобы это сделать, пожалуйста. Я там одну проверку сейчас. Вы можете вкладывать в нее решительность, если хотите». «А, смотри, мы привязаны по очереди, и если кто-то один отвяжется, ну типа, важен порядок, как ты нас привязала, расскажи». «Тот, кто ближе к лодке, он может отвязаться от лодки, но мы все еще будем привязаны. А если, например, тот человек, который посередине отвяжется, он отвяжется только от того человека, который привязан к лодке, и они вдвоем с лодкой поплывут вниз». «Поняла? А если третий человек попытается отвязаться, он отвяжется от двух последующих и от лодки». «Короче, вот тут такая система». «Окей, лодка привязана, я, шафран и Никола, и я хочу попробовать перерезать веревку от лодки, ну то есть, чтобы мы втроем освободились, и втроем лодка тянуть нас не будет, и мы втроем будет нам легче выбраться». «Давай, давай так». «А лодка может сама отвязаться?» «Подождите, там, извините меня, я ходила на курсы завязывания узлов, и звук пробит». «Надо было ходить на курсы развязывания узлов». «На них я тоже ходила, там же учили развязывать, я предусмотрела все». «Матаев в потоках воды, под водой, течением реки, туда-обратно, вы пытаетесь, время в тремени вы нырёте на поверхность, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха, время в тремени вас ударяет о камни друг от друга, болтая все так же под водой. Видите, как лодка начинает ударяться, а какие-то камни, чем внезапно, быстро ускорилось, и вас начинает нести вперед с огромной скоростью. Лодка начинает биться о камни и разлетаться на куски. «Сделай проверку, но я так, давай тебе дам сложность, у тебя сейчас восемь». «Десять, у нас у всех десять». «А, десять, извините. Я дам тебе сложность восемь. Твою старую сложность. Делай. До свидания. В таком случае вы видите, что Ирэн пытается, действительно хватает, может быть болтаясь среди волн…» «А решим раз есть?» «Одна, все равно ей поможет». Ирэн хватает… «Господи, бритву». Пытается схватиться за веревку, отрезать ее, в какой-то момент тебя выбрасывает наверх, и ты ударяешься спиной о камень, проносишься в него. Чувствуешь, как… Тебе бьет, может быть, в какой-то момент в сознании на секунду улетает от тебя, ты видишь… Может быть, пролетает мимо, ты как раз видишь, как у нее… Второй же ты, по-моему, привязан был, да? Или кто? Шафран. Шафран. Тогда ты видишь… Шафран привязан. Тогда ты видишь, как эрундуляция камень у нее в сознании. Минус один дух. Вы пишите себе. А… Видишь, как ее немножко отключают… Давай так. Я хочу… У тебя есть возможность что-то сделать. Да. Я хочу… Попробуй подтянуться и отвязать ее, потому что если я отвяжу ее, то мы все спасемся. Сделай проверку, у тебя тоже сложно будет так же восемь. Я… Если у… Не остается решительности, то мы становимся безвольным и чмо? Нет. Просто ничего добавлять. Ну я две решительности добавлю. Ну это… Три. Тогда, Николай, ты видишь, как шафранка кидается к эрунд… Может быть, они вместе… Она… Прилипает к ней у этого камня, который уже удалила сирен. Пытается ее как-то освободить. Вас течением, может быть… Веревка перегибается мимо этого камня, может быть, действительно пытаясь… Из-за этого вас на какой-то момент затормаживает. А и пускай, так как веревка уперлась в камень, между веревкой и камнем оказывается Ирен, которая начинает душить эту веревку. Ты в этот момент подплываешь, пытаешься ее освободить… Нет. Давайте так. Когда он удаляется камень, немножко теряет сознание. Ты подплываешь, пытаешься ее освободить, в этот момент веревка оплетается вокруг тебя и начинает прибивать от тебя камень, начинает тебя душить. Ты всю эту картину видишь. Видишь, как от остров лодки, который болтается среди вот этих вот напора воды. С одной стороны, и ты привязан с другой стороны. Грубо говоря, вы балансируете вот эту вот странную связь. Что ты будешь делать? Я так понимаю, что мне к ним плыть против течения, а до лодки мне плыть ближе. Параллельно это бывает. Поэтому я собираюсь подплыть к лодке и отрезать веревку от самой лодки. Давай, попробуем. Мы все просто пытаемся отрезать эти веревку. Сложность тоже восемь. Какие бонусы. Ну давай, ладно, у меня одна решительность, я ее трачу. Решимость. Решимость, да. Десять. Одиннадцать. Хорош. В таком случае, действительно, ты понимаешь, что бесполезно сейчас ползти к девчонкам, потому что, скорее всего, ты потеряешь только время. Ты, отталкиваясь от кого-нибудь камня у тебя под ногами, кидаешься как лоск и хватаешься за нее одной рукой, закарабкиваешься на этот остров, начинаешь отпиливать чем-то, я не знаю чем, вилкой походной. Начинаешь отпиливать пером. У меня это перо есть. Пером. Начинаешь просто силы вылупить по этой веревке. Может быть, промахиваешься, пару раз ударяешь себе по руке, вонзая перо себе в руку. Кровь перемешивается с черной водой, которую я пытаюсь сейчас. В какой-то момент чувствуешь, веревка рвется, лодка уносится буквально секундой вперед. Чудыш, веревка ослабляет. Наверное, ты начинаешь чувствовать, что воздух снова поступает от тебя. И волной, наверное, ты видишь сейчас, держась за эту веревку, которая тебя еще держит из-за того, что девчонки привязаны к ней, ты видишь, как с той стороны, откуда вы приплыли. А, да, я, давайте, это последняя карта, это последняя дама. Я ее активирую прямо сейчас. Ты видишь в потоках воды, как из реки, где-то в метрах пятидесяти от вас, поднимаются три темные фигуры, буквально из воды. Высокие, длинные, худощавые, темные фигуры. Они смысле? Прямо из воды поднимаются теми такие. Как на Стрэнде, да? Прямо в тумане стоят, смотрят на вас. Ты видишь, как действительно появляются, у каждой фигуры появляется пара светящихся зрачков, которые направлены в вашу сторону. В какой-то момент река буквально взрывается. Ты видишь, как огромная волна поднимается и налетает на вас, смывая вас с этого камня и унося куда-то дальше. Сознание ваше мутнеет, и вы все отключаетесь. Скажите мне, пожалуйста, у кого сколько... Давайте минус один дух все сделаем. Потому что у нас ушла дама, здесь точно минус один дух делаем. Никаких разрешит ввести. Скажите мне, сколько у кого осталось дух? По очереди Шафранко. Два. Ирэн? Два. Четыре. Какие ужучки. Ну, я скачал все к телу. В таком случае происходит следующее. Темнота. Сейчас, видно. Темнота. Темнота, холод и сырость. Вот что вы ощущаете, когда ваши глаза медленно открываются. Запах тины бьет в нос и ощущение того, что вы лежите на чем-то склизком и грязном, сразу же бьет в ваше сознание. Чувствуете под своими руками склизкость. Понимаете, что это глина. Медленно поднимаетесь. Может быть, Николай, ты поднимаешься первый, открывая глаза, осматриваясь вокруг. Понимаешь, что ты лежишь на берегу. Солнце бьет тебе в глаза. Слегка непривычно, потому что несколько дней все-таки его не видел уже. Ты видишь голубое небо, слышишь пение птиц, которые ты не слышал как раз таки все это время. Слышишь журчание реки. Осматриваясь вокруг, ты понимаешь, что ты лежишь на берегу реки и вокруг волочатся метки, какие-то камуши. И видишь девушек, которые лежат так же вокруг тебя, рядом. Но я пытаюсь бежать к ним, насколько позволяют мои силы. Они рядом. Они рядом. Ты просто подползаешь к ним с последних сил. И хочу понять, живы ли они. Да. Может переворачиваешься, видишь, как Ирэн, откашливая воду, сплевывает ее на песок и так же приходит в себя. Рядом Шафранко так же поднимает голову, и вы понимаете, что вы находитесь уже не в том тумане, не в том лесу. Более того, вы находитесь на том месте, где вы распили первую палатку свою. Не первую, а вот крайнюю палатку. Я беру их за руки и говорю, кажется, мы выбрались. Кажется, мы живы, и мы выбрались. Посмотрите, этого чертова тумана уже нет вокруг нас. Но мы на том же месте. Мы на том же месте. Я бегу, вскакиваю и бегу к могиле Мэри. Вскакивая, ты видишь, что место, где должна быть могила Мэри, он отсутствует. Могилы там нет. Но однако же сейчас, смотря на это место, понимаешь, что это не должно быть. И ты слышишь шорох. Обернувшись на шорох, ты видишь, как в лесу, с деревьев метров вести от тебя, за каждым почти деревьем стоит человек в темных одеждах и с козлиным черепом на голове. И вот за каждым порядка сотни человек вокруг вас стоят и видишь, как они медленно зажигают факела. Так, а я могу приметить тот самый чемоданчик, в котором был пистолет. Я знал, ну я в прошлый раз нашел пистолет в этом чемоданчике, в этом саквояж. Я могу его найти быстро глазами? Ваших вещей здесь нет. Более того, здесь ничего, никаких следов того, что здесь вы когда-то были, даже следов вашей стоянки здесь нет. Видишь, как эти люди начинают медленно распевать, когда распев какую-то мелодию, очень напоминающие то, что вы играли на флейте. Так же медленно, распевно, меланхолично. Я кричу, черт вас дери, сектанты! И начинаю просто убегать и кричать девушкам, чтобы они прыгали в воду и сплавлялись, начинали плыть по течению, чтобы сбежать просто от них. Давайте так, сейчас сделаем последнюю заявку на игру. У вас у всех, я буду использовать ваши предыдущие, собственно говоря, сложности. Давайте, пусть как снова восемь всех будет. Делайте одну заявку, которую вы собираетесь сделать, и посмотрим, что из этого получится. Так. Ну, кто первый, не ты. Ну, да, растерялись, да. У меня была та же самая идея, которую нам, в принципе, отзвучил Николай. Я думаю, что я бы сиганула в реку и справлялась бы по течению. Вот у меня-то всё так... Я осознала, что всё так и будет. Я хочу достать какой-нибудь... Ну, наверное, я с собой сделала какой-нибудь яд. Динамит. Динамит. Какой-нибудь яд, быстроводействие. И выпить его, чтобы умереть безболезненно. Окей. Я боюсь боли очень сильно. У меня истерика. Я просто начинаю смеяться. Я знала, что так и будет. Простите, что я не вернулась домой. Господи, бедная моя кошечка. Надеюсь, она не убрёт от голода. И выбиваю. И умираю. Значит, в реку ты выбиваешь, а ты... Ну, прежде чем сделать заявку, мне необходимо уточнить одну вещь. Да. Успею ли я добежать до реки, если эти сектанты кинутся на меня? Да. То есть, если сзади... Успею. Успею. То есть, в моём случае тоже. Конечно, ты возле реки. А ты вообще возле реки. Да. Да. Тогда я... Бегу к реке. Давайте сделаем последнюю проверку. Просадить свой кубас. Проверить, смогу ли я умереть. У тебя на 2 хота может быть яд только один сниму. Такая сложность. Восемь. Всех по восемь. Если я не умру от яда, будет грустно. Три. Я хочу вкачать решимость. Я девять. Шесть. Три. Ну, происходит так. Вы вдвоём резко кидаетесь вперёд, бросаясь в реку. Ты становишься на колени, достаёшься, начинаешь плакать, достаёшь этот флакончик, резко его выпиваешь. Видишь, как твои товарищи пробегают мимо тебя, сигают в воду и их течение достаточно быстро уносят. Через несколько секунд, после того, как ты выпиваешь фляжку, чувствуешь, как тебя внутри начинает жечь. Жечь, ты видишь, как тени начинают придвигаться всё ближе и ближе. Ты уже готовишься, что бабушка, да. В какой-то момент ты понимаешь, что действительно выпила не то. Ты начинаешь плакать, может быть, попадаешь лицом на землю. Я не плачу, у меня просто начинается истерика. И ты слышишь голос. Ирен, Ирен, боже мой, наконец-то мы вас нашли! Поднимая глаза, ты видишь, что это кто-то знакомый из вашей работы. И с ними полицейские. С факелами, с фонариками, которые подбегают к тебе, обхватывают, обнимают. Какой-то коллега, который обнимает, говорит, наконец-то, боже мой, куда они побежали? Что случилось? Где они? Я обнимаю его, начинаю реветь. Мне нет весело разговаривать, я просто теряю сознание, наверное. Я не верю во всё происходящее. И мне плохо, я плачу, обнимаю его, и на этом моменте отбери избытка эмоций, страха. Я буквально была на пороге смерти, и я не верю в спасение, и хочется верить. Короче, я просто теряю сознание. У тебя был успех, у тебя был провал. В таком случае, спустя несколько дней, на одном из берегов реки, которую еще до конца не исследовали, нашли тело. Тело господина Николая Ктонна, который явно по донесениям Корнера не справился с видимостечением, и, утянув себя под воду по какой-то причине, бросившись в мутные бурные реки, бурные воды реки, не справился с течением и его просто тупо утонул. Тебя долго еще оплакивали, двоя семья еще, думаю, какое-то время пыталась выбить какие-то суды, собственно говоря, с вашего рабочего места, которые допустили такое путешествие, с позволения сказать. Но, тем не менее, ваших коллег не смогли найти. Не смогли найти ни Джеффри Роуза, ни Мэри Джонс, ни Шафранку Конош, да? Капуш, 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 которая по записям отправилась вместе с вами в эту путешествие, несмотря на то, что она не работала с вами. Однако, Шафранка, ты снова просыпаешься, действительно, в какой-то момент твои глаза открываются, ты вдыхаешь тяжелый воздух, чувствуешь запах сырости, глаза открываются, смотришься по сторонам, понимаешь, ты находишься в густом-густом тумане, где-то посреди огромного леса, ведь вот только темные фигуры бегают где-то там, среди телевизора. И на этом мы этот шок закончим. На сегодня. Айрэн Витсберг в гамбургер, кто его советует, видимо, у всех больницах? Не исключено. Такие дела у нас случились. Что ж, у нас есть традиция, мы после каждой законченной игры быстро обсуждаем произошедшее, кому что, кому как систему, кому как игра. Давайте это быстро мы сделаем, уложились бы с Кириллева, поэтому гол. Саня, давай начни с трансляции. Ну, я в жуть английскую уже играла, мне нравилось в первый раз, мне понравилось во второй раз, и мне понравилось в третий раз. Ну, я люблю всякую такую жуть, жучайшую, поэтому это прикольно. Обидненько, что умер Николай, потому что вроде бы у него тоже был провал. Потенциал. Ну, провал, провал, так же, как и у Ирэн, но Ирэн удалось спастись, хотя она хотела умереть, а Николай умер, хотя он вообще хотел жить, как бы это ни звучало. Ну, прикольно, кстати. Вот, ну, ребята клёвенькие, мне персонажи очень понравились. Игнат, молодец. Нелли, молодец. Даня, как всегда, молодец. Твои персонажи просто чудо чудесное. Как сошедшие с ума, вот эти больные уроды, которые стреляют до суда. Больные ублюдки. Отлично. Нет, на самом деле, очень классное описание, ну, было шикарное, я прям почувствовала лёгкую такую душу. С козлиной головой, что я обожаю. Вот. Так что, спасибо большое за игру, спасибо, что смотрели и передаю своё слово. Ну, по системе, извини, пожалуйста, система нам давно уже известна. Она клёвенькая. На мой взгляд, тут вообще нет ничего лишнего, потому что практически ничего нет. Мне всё понравилось. Очень классно, очень динамично, очень страшно. Мне нравится этот момент внутреннего обустошения после таких игр, хоррор, когда ты осознаёшь, что выхода как будто бы и нет, вроде бы есть какая-то надежда, но всё равно все умру. С одной стороны, ну, прикольно, что вот так получилось, что вот мой провал, наоборот, спас моего персонажа, но мне кажется, что, учитывая, что она пережила, что вообще происходило, её посадить какую-то псих в больницу, и после этого ей будут видеться люди с головами козлов, и её друзья с божественной экспедицией мерещатся. Вот, система классная, интересная, ну, не очень разнообразная, но прикольно, попробовать стоит, а всё равно прикольно с картами. Ребята очень классно отыграли, твой учёный, это просто, ты знаешь, это заряда, когда прокачал интеллект, ну, ты сам по себе тупой, такой, как отыграть, а у тебя прям всё сходилось, такие факты, вот это вот, стреляйте в места, вот это вот надо вот так, вот, короче, это очень классно было наблюдать, очень классно жился в роль, шафраны просто, что за прекрасная женщина, это было восхитительно, мастер тоже потрясающе, всё динамично, классно описано. Я в восторге. Геннад, прошу, слой тебе. Благодарю. Ну, для начала стоит сказать, что эта система напомнила мне 10 свечек, которые мы играли с Нелли недавно, ну, она чуть посложнее, та система, чем эта. Да, здесь всё простенько, ничего лишнего, справится даже ребёнок, вот, я переживал на самом деле, что, ну, я не особо часто играл какие-то другие системы, кроме ДНД, вот, я переживал, что я не смогу словиться, мне будет что-то непонятно, но в итоге Николай умер. Всё хорошо, на мусе ещё живет. К счастью. Ну, мне понравилось, потому что были моменты, в которых наши персонажи могли проявить себя на полную, раскрыться благодаря каким-то обстоятельствам, показать что-то, что мы там успели накидать, придумать, внутрь этих персонажей, сглажить. Вот, и я думаю, что полностью реализовали, особенно под такой коротенький ваншотик, вот, лучше и не придумать. Так что всё понравилось, спасибо большое, что смотрели, девочкам спасибо, что играли со мной, мальчику спасибо, что вел. Спасибо, что пришёл. Да, да. И мы счастливы. Я просто, да, вспоминаю какая-то... Боже, эти бабы меня убьют. Женщины, господина. Да, ну, это Николай был, это был не я, признаюсь честно. Вот, потому что... А вот у меня это был я, потому что... В какой-то момент я реально Даня такая... Блин, ну знаю Даню, да. Он оба ещё со мной так разговаривает. Разгрей! Ну, простите, у меня персонаж истеричный, оставалось отыгрывать как можно. Но здесь нигде не переборщило. Ну, вообще... Переборщило и много, да? У нас в чате писали. Сейчас скажу. Значит, Нелли немного перегибает, но характер отлично передаёт. Дальше коммент. Совсем чуть-чуть. Играл бы я там бы... Там мой перст бы её в реку кинул ещё на старте. Ну, а... Надо дать должное. Истеричный персонаж передан хорошо. Да, это когда тебе в фильмах кто-то не нравится, значит, он хорошо отыграл. Так, кстати. Вспомнил Джоффри. Да. Надеюсь, после этого меня не захотят убить Денич. Как Джоффри. Ещё один момент хочу добавить, что вот эта система с подгаживанием другим игрокам, другим игрокам, вернее, мы её прям классно абьюзили. Мы типа не использовали её во зло вообще за сегодняшнюю партию ни разу. Команда. Да, да. Мы в любом случае, типа, пытались на благо общества. Ну, ты видишь, что приключение такое попало, что действительно здесь незачем подгаживать. Да, выживать как бы тут лучше вместе, чем. А вот мы когда играли, у нас было первое приключение, когда они бились за наследство, они собрались в доме и должны были задаться душе приказчика, чтобы наследство от дядюшки получить. Они все там вот за наследство воевали. И то есть они друг другу там подгаживали нормально так. Поэтому там было тоже... Именно в этом есть фишка, что можно либо улучшить ситуацию, либо ухудшить. Ещё у нас там был импостер. Импостер был, да. И не один. Да. Я забыла сказать ещё большое спасибо за персонажей, которые вы нам прислали. Вон, напишите, чё, как. Что ж, я тебе скажу. Ну, по системе, знаете, она из моих любимых систем, поэтому говорить ничего не буду, она классная. По персонажам, как ни крути, все получились крутые. Игнат вообще был большой молодец, потому что первый раз перед камерой и достаточно хорошо держался. Нелли, несмотря на то, что получился естественный, писящий персонаж, но, тем не менее, получился хороший. Ну, писящий, как ни крути, писящий. В этом и смысл. В этом и смысл. Если у меня получилось, значит, это хорошо. Да. Получился хороший, хорошо выдавала... Ну, что, что хотите? Классно. Ну, и Саня, само собой, профессионал своего дела. Я хочу вот такой бабкой. Пусть я давно хочу отграть бабку, но я просто стала по себе не сильно эмоциональной, поэтому мне кажется, что это будет достаточно сложно мне выполнить. Бабку? Я... Ну, не то, что я хочу бабку. Я хочу отыграть бабку. Истеричную, да? Не истеричную, а которая бы как раз ходила, которая знала бы все мифов к толку. Ну, я, как игрок, и кричала «Я к сатанке забрёт!» или что-нибудь такое. Но Дань мне запрещает. Потому что, видимо, я не смогу говорить столько экспрессий, сколько... Мне придется очень постараться. Мне тоже. Чтобы выдержать это. Да. Вот. Я давно готовлюсь, изучаю. Я давно старею, да? Я давно старею, когда-нибудь часть настаиваю. Ну, к слову, моя Джессика уже подходит к нему. Момент-то безумный. Да. Ну, в общем, все большие молодцы. Спасибо за игру. Спасибо всем, кто с нами в чате просидел. Ребятам на Ютубе и кто где-то не смотрели это в будущем, спасибо за просмотр. Обязательно выставить на младь, чтобы вы понимали, что вам это нравится, вам это нужно. Следующий Бусти шот не за горами. У нас на Бусти можно наголосовать, как Саня правильно сказала, следующие шоты. Если Бусти не закрою, то там будет продолжаться все это дело и много всяких и всяких нас там вываливаться. Не будем рассказывать, об этом рассказывать в других наших видео. В общем, что? Все? Саня, что надо делать? Обязательно приходите послезавтра на наш стрим. У нас будет день рождения канала. Да. Договорим? Нет. Я могла послушать просто. Так что приходите, просто лампово посидим, пообсуждаем, может быть, постучаем на вопросы, если какие-то есть у вас вопросы, уже пятый год подряд. Так что приходите. Берегите себя, берегите своих близких, не умирайте, не тоните, не пейте яд. Если пьете что-то, пейте что-нибудь, что приносит удовольствие и пользу. А если пьете яд, то мало, чтобы он был лекарством. Не участвуйте в борщах сект, осуждаем. И не ходите в походы. Ну давайте потихонечку, да, последние два отменяются. Да, в секты интересно ходить. Ладно, пойдемте. В поход тоже интересно ходить. Если поход в секты, то вообще кайф. У нас есть культ, да, у нас есть культ Даркона. Да, культ Даркона есть. Так что вступайте в наш Дискорд. Смотрите, что это такое. Вообще в Дискорде много культов, поэтому там заходите и ищите свои судьбы. О, культ. Все, ладно, спасибо всем еще раз. До встречи.